Сейчас, час гастронома. Из города Санкт-Петербург вернулся Владимир Баканов. И это очень заметно, особенно тем, кто сейчас наблюдает физически через камеру, что у нас происходит в студии, потому что физически в студии происходит наличие сыра и присущих ему яблок и полубагета, если я правильно понял. Да, совершенно верно. Добрый день. Пока выпекал сам, но опять же, еще раз предупреждаю, из французского полубагета, то есть замороженного. Ну, по блату у нас же час гастронома, вот, Володя, приносит безумно чего-то вкусного. Палеты вкусовые источают слюну и вообще жить тяжело. Ну, что поделать, предиходится. А вице-президент Федерации рестораторов и ательеров с нами, Владимир Баканов, час гастронома, Володь, вам слово. Добрый день. Здравствуйте. Ну, сегодня, я думаю, что мы пойдем по тем вопросам, которые мне задали мои друзья в Петербурге. В частности, мы обещали радиослушателям, что будем еще одну передачу посвятим хлебу, в частности, российскому. Ну, мы перенесем его чуть попозже, поскольку сыр ждать не может, раз уж его привезли, этот сыр, то сегодня мы, наверное, расскажем о нем и о тех положительных примерах, которые в отечественном сыроделии появились. Те, которые появляются и те, которые в ближайшее время, я надеюсь, появятся на наших столах и будут нас тоже радовать, а не разочаровывать, как они это делали довольно продолжительное время. А откуда привезли? Это сыры из Калининграда. Сегодня я расскажу все там поподробнее по этому поводу. Опять же, будем следить за временем, потому что она у нас что-то как-то проскакивает слишком быстро, и только частично мы успеваем дойти до сути. А сегодня таких ключевых вопросов несколько, которые мне хотелось бы все-таки осветить и рассказать о них, в том числе и тем людям, которые мне задавали эти вопросы всю неделю, пока я был в Петербурге. Итак, давайте просто построим разговор таким образом. В принципе, о сырах, что такое сыр, как он производится. Дальше расскажем о Калининграде, как о регионе. Дальше расскажем вот об этом производителе. Проведем дегустацию, попробуем это все, выскажем свое мнение. И потом меня очень просили поговорить там о разных вопросах сочетаемости, в принципе, сырной, о том, как составляется сырная тарелка, как правильно это сделать. Оказывается, это интересует очень многих, для меня это было неожиданностью. Но еще более серьезный вопрос задали мне, который вообще интересует всех, можно ли есть корочку от сыра и при каких условиях какие корочки можно есть. Я задал вопрос друзьям, что это действительно может быть интересно, мы все подняли руки, вот, поэтому это касается вопроса Игоря. Мы попробуем это сегодня осветить, если у нас будет хватать времени. Итак, в принципе, на столе сегодня один из древнейших продуктов, который человечество освоило, и, по сути, это способ сохранения молока. То есть, когда люди одомашнили животных, в частности, если мы будем говорить сегодня, то это все коровье молоко использовалось для производства этих сыров. Когда люди одомашнили животные и стали, в общем, заниматься разведением коров, потихонечку-потихонечку они увеличивали надои. Повышалась продуктивность различными способами на это воздействовали. Но в конечном итоге сегодня мы пришли к тому, что корова, как млекопитающее, как животное, дает молока в разы больше, чем потребно для откорма молодняка. Соответственно, образовались излишки. Эти излишки нужно было куда-то девать. Мы помним, что хорошее свежее молоко, если его вообще не пастеризовать, то это там 36-48 часов. Если провести щадящую пастеризацию, не стерилизацию, а именно пастеризацию, то мы выходим на 5-7, максимум 9 дней, в зависимости от температуры. Поэтому, естественно, что через неделю то молоко, которое пытались хранить, оно закончилось. Поэтому люди придумали способ, как сохранять молоко. Одним из способов сохранения идеальным является производство сыра. Собственно говоря, это одна из древнейших профессий, сегодня активно развивающаяся, в том числе и на нашей НИВе. Так вот, в двух словах я сразу хочу, правда, извиниться перед теми радиослушателями, которые имеют образование в области химии, особенно в области органической химии и особенно в области микробиологии. То все-таки я постараюсь, чтобы моя речь была не, как это правильно сказать, не засорена слишком сильно терминологически. Потому что иначе этот разговор будет не очень понятен, не очень интересен всем остальным радиослушателям. Так вот, если говорить о сыре и о молоке, в принципе, то одним из основных параметров молока, для того, чтобы его можно было применять в сыр, является его сыропригодность. К сожалению, далеко не все молоко, которое мы пьем, является сыропригодным. Здесь много всевозможных характеристик и нюансов, которые с этим связаны. Ну, вот по ходу рассказа о производстве я, может быть, какие-то детали постараюсь в пределах нашего крайне ограниченного времени осветить. Вы следите, пожалуйста, за таймингом, потому что нам еще нужно успеть это все продегустируйте. Мне интересно ваше мнение и впечатление, потому что я могу сказать, с моей точки зрения, у нас на столе сейчас одни из самых лучших сыров, которые на сегодняшний день производятся в России. Эти все сыры из Калининграда я чуть-чуть подробнее расскажу и о сыроварне, и о людях, которые за этим стоят. Поэтому следите за таймингом. Тем не менее, возвращаясь к сыропригодности сыра, сыропригодности молока, да, прошу прощения, скажем, что есть достаточно большое количество параметров, которые нужно исполнять для того, чтобы из этого молока можно было сделать сыр. Но мы сегодня находимся в довольно сложной, если говорить экономической ситуации, потому что с учетом потребления на душу населения и обоснованного медицинскими нормами потребления на душу населения молока, мы имеем потребность примерно в 39 миллионах тонн молока, а производим сами около 30 миллионов тонн. Кое-что мы там импортируем, кое-что мы там завозим, но есть разница и нехватка. Это, с моей точки зрения, тоже один из колоссальных параметров, который влияет на качество производства сыра в нашей стране. Потому что я разговаривал за последний месяц-полтора с несколькими сыроварами, и практически все, когда я задавал им вопрос, скажи, а как ты контролируешь, например, вот эти вещи, как наличие каких-то возможных ингибиторов, наличие, предположим, масляно-кислых бактерий, спор этих бактерий, обсемененности, соответственно, они мне говорят, ну, ты знаешь, на самом деле это наша проблема. Потому что иногда мы получаем действительно молоко от фермеров, которое приводит к тому, что в результате вот этой обсемененности там масляно-кислыми бактериями сыр вздувается через три недели, и это проблема. И мы страдаем, но при этом мы ничего сделать не можем. Потому что спрос и предложение по молоку настолько разбалансированы, что этот фермер просто скажет, ах, вы еще чего-то там от меня больше вам хотите. Мы найдем другого, да? Да, конечно, я смогу это продать в другое место, и все. Это один из серьезнейших факторов, который вот влияет на то, что сегодня, ну, не так просто у нас. То есть равнять нас с теми же, скажем, французами, швейцарцами, итальянцами достаточно сложно. Особенно, если говорить там, скажем, о твердых сырах, которые наиболее популярны в нашей стране, и в основном производятся, конечно, французами, их с восточной частью, и, соответственно, швейцарцами, да? То вот такой хороший сыр, как там Грие, Менталь, не так просто получить. Да вообще любой сыр не просто получить, но вот такой, который ты сильно измельчаешь, и получаешь твердые сыры, крайне сложно получить при отсутствии тех параметров, которые, собственно говоря, и отделяют обычное молоко от молока сыропригодного. Это вот просто такой нюанс, но это данность, в которой мы сегодня находимся. Поэтому многие идут по пути того, чтобы создавать собственные фермы и, собственно, контролировать молоко, я все-таки... Это дорогой путь, да? Ну, это, во-первых, дорогой, потом это с точки зрения санитарных норм, организации труда и всего остального, это такая непростая штука. Я тут Филипп Филипповича Преображенского все-таки вспомню, да, потому что Булгаковского, потому что все-таки я за разделение труда. Да, пусть одни занимаются одним, другие другим. И, в принципе, своем, конечно, лучше, если фермеры будут специализироваться на этом. Потом вот с фермерами тоже разговаривал, то есть разговаривал с сыроделами, они тоже говорят, что, конечно, особенно те из них, кто такой европеизированный, кто много в Европе ездил, учился, там, обменивался опытом, они, конечно, понимают, что у нас немножко еще есть и ментальные проблемы, в этом смысле фермерские, потому что, ну, европейский фермер, если он там, его папа, дедушка выдавали вот такое молоко на сыроварню, то он просто, ну, не пойдет на то, чтобы перейти на... Ему стыдно будет. Конечно, ему будет стыдно, совершенно верно, да. Он не за страх, он за совесть работает. А у нас все-таки какое-то время нас приучали работать не за совесть, а за страх. И вот когда этот домоклов меч, который висит над нами, немножко исчез или ослаб, или затупился, да, то всегда возникает желание немножечко поиграться с этим. А это все весьма и весьма чревато, да. Мы помним, да, скажем, французских виноделов, которые сделали себе шикарное имя, узнаваемое во всем мире, конкретного производителя, конкретного замка. И они просто отказывались от определенных урожаев. Они официально публиковали, что в этом году не будет, в этом году не будет, в этом году не будет. И пропускали целые урожаи. Вот мне трудно представить, на самом деле, сегодня какого-то фермера, ну, за исключением, когда погода такая, что все вымерло, или там все легло, или просто природа все это убила, что вот просто за счет климата получились такие обстоятельства, что получить в конечном итоге тот продукт, который нужно, не смогли. Вот не смогли, значит, отказались от этого. Ну, тем не менее, прогресс у нас есть, с моей точки зрения, очень потихонечку появляются люди, которые, в принципе, уже начали серьезно интересоваться теми процессами, которые происходят в сыре, и понимают, что просто коагулировать, ну, или створожить молоко, это вовсе не произвести сыр. Давайте в двух словах, может быть, как раз мы уже используем термины, там, коагулирование и все остальное, просто вот быстренько-быстренько пробежимся по этапу, как любой твердый, подчеркну, твердый сыр производится. Вообще, коагулировать молоко можно либо там кисломолочной бактерией, либо сочуженным ферментом, либо комбинацией того и другого. Если говорить о наиболее популярных у нас, их называют иногда желтые, иногда твердые, там, как угодно, разной классификации, но если говорить о прессованных, варено-прессованных твердых сырах, то вот сегодня мы будем говорить о варено-припробовании, варено-прессованную категорию, швейцарский так называемый метод, и просто основные стадии здесь состоят в следующем. Прежде всего, у вас есть молоко, соответственно, если вы делаете сырого там, что пока не разрешает, некоторые загадательные акты, или из пастеризованного молока, то вам нужно его подготовить. Подготовка, как правило, идется так называемыми, уйдем от терминологии, стартовыми культурами, которые делают предварительную подготовку молока к тому, чтобы процесс последующей коагуляции происходил равномерно и достаточно эффективно и быстро по времени. Соответственно, на этот процесс уходит порядка часа. При этом температура молока приобретает вот ту магическую, о которой мы говорили с хлебом, да, температуру. Помните, с хлебом мы говорили, магическая температура ферментации 23 градуса. Именно при этой магической температуре происходит растойка и, собственно говоря, лёгкость текста. Когда работают наиболее активно дрожжи. У сыра тоже есть несколько магических, с моей точки зрения, температур. Вот, в частности, одна из магических температур состоит в том, чтобы до 32 градусов довести это молочное молоко с стартовой культурой, для того, чтобы можно было начать его коагулировать. Здесь процесс идёт таким образом. Ренет – это сычужный фермент, который выделяется четвёртым отделом жвачных животных, желудка, четвёртым отделом желудка жвачных животных, соответственно. И этот ренет, раствор его помещается вот в эту, в ту ёмкость, в которой расположено молоко, в которой залили молоко, при поддержании температуры 32 градуса. Процессы коагуляции начинаются при этом. И дальше идёт просто наблюдение. Есть там один такой метод, я, честно, даже уже не помню, как он там называется. У него какая-то есть терминология у этого метода, когда просто берут и такую металлическую линейку, либо просто лезвие ножа опускают в воду, начиная где-то там с 8, 9, 10 минуты после того, как ввели Ренет, сычужный фермент, начинают медленно опускать его и медленно-медленно вытаскивать. Вот когда медленно извлекаете, то первые коагулирующиеся частички, они на поверхности оседают. И, естественно, видно точно то время, когда началось. Предположим, это началось условно там на 15-й минуте. Дальше есть некий мультипликатор этого процесса, когда сыродел уже точно совершенно знает, что это нужно умножить там на 3. И, соответственно, полностью весь сырный сгусток будет коагулирован, то есть молоко будет коагулировано через 45 минут, соответственно. Ну, это всё достаточно примерно, кто-то там большие мультипликаторы использует, неважно. Принцип простой. Начало коагулировать молоко, ты заметил, что это стало, этот процесс начался. Дальше ты это умножаешь на 3, 4, 5 в ряде случаев, и в итоге получаешь сырный сгусток, который образовался. Это такая, своего рода, такая шуга, как будто присутствующая в молоке. Это процесс, когда казеин начинает отделяться от сыворотки. Не слишком мы там терминологически говорим, я просто стараюсь, да. Соответственно, дальше следующий процесс, который ведётся, это процесс измельчения. Говоря популярным языком, и поскольку у нас всё-таки передача такая... Научно-популярная. Она не научно-популярная, скорее популяризирующая этот процесс. Хотя, в принципе, каждый даже дома может сейчас, прослушав нас, сделать свой сыр. Нет кусочек сыра съел, фантастическая у нас передача. Плюс-минус, да. Причём с того третьего, который должен, может быть, третьим дегустировать в этом ряду. Но ничего страшного, Евгений Иванович, я понимаю. Никакого дотянулся. От таких запахов, да, хочется есть. Сижу перед сыром, что-то издевается тут. Дальше процесс предельно простой. Но, может быть, потом будем к этому возвращаться, если будут вопросы соответствующие. Нужно сделать минимальное, то есть максимальное отделение сыворотки. Максимальное отделение сыворотки происходит в случае, если вот этот сырный сгусток вы измельчаете. Чем мягче, то есть чем меньше вы измельчаете, здесь простой принцип, чем меньше вы измельчаете, тем более мягкие сыры вы получаете. Если вы хотите получить мягкий сыр, помните, мы говорили о сыре моцарелла, то вообще просто разрезаете крупными лаптями, и эти крупные лампти вытаскиваете, потом мы их будем обваривать и превращать их в пасту филат, оттягивать, отрывать и так далее. Об этом мы говорили несколько передач назад. Если же мы говорим о тех сырах твёрдых, которые наиболее любимы нашим народам, то тут процедура немножко другая. Тут нужно измельчить. Причём измельчение ведётся до размера где-то примерно, ну вот как зерно пшеницы. Вот до такого размера. В этом случае оптимальное соотношение между внутренним объёмом и внешней поверхностью наступает. Соответственно, максимально отделяется сыворотка. Вот в этом состоянии этот продукт измельчённый готов. Дальше его немножко начинают перемешивать, чтобы не происходило слепания. И если мы говорим о том сыре, который представлен на нашем столе, то начинается так называемый второй нагрев. Второй нагрев – это означает, что нам необходимо, постоянно перемешивая эти зёрнышки, увеличить температуру до 52 градусов. Помните, мы тоже как-то раз говорили о мясе, говорили, что мясо, когда жаришь, для того, чтобы стейк получился с кровью, принципиально важно, чтобы протеины не начали сворачиваться. Ну, соответственно, вот эти все магические наши температуры, то есть если у тебя внутри стейка меньше 5-55 градусов, то есть 50-55, то прекрасно, у тебя мясо ре. Если после 50 ушёл, уже минимум, а залез там уже к 72-74, понятно, что это всё уже well done и серое внутри. То же самое здесь есть магические температуры, которые с этим связаны, чтобы у вас не появился вкус, как это правильно сказать, кипячёного молока и вот эта вот составляющая пригоревших сливок. Я даже не знаю сейчас, как правильно терминологически это сказать. Пусть ещё раз профессионалы, которые меня слушают, простят за популярное объяснение, тем не менее. Соответственно, и вот дальше начинается процесс нагрева до 52 градусов при перемешивании. И как только наступает момент так называемого проверка на слепание, вот это тот момент, когда можно начинать прессовку. Проверка на слепание делается предельно просто. Кстати, о ней швейцарцы шутят так, что в руке слепил, подбросил, опять поймал, и оно же рассыпалось у тебя в руке. Или, как они говорят, взял, слепил и бросил в налогового инспектора. Сразу приношу извинения тем из налоговой, кто нас слушает. Видимо, швейцарцев это больная тема, раз они такие анекдоты распускают, но тем не менее. Ну, в общем, в этот момент сжать уже можно сгусток, но если его подбросить, и он там ударится о вашу ладонь, он опять рассыпется на те же мелкие составляющие. Это принципиально важно, потому что вот такого рода помешивание уже коагулированного измельченного сырного сгустка очень важно, чтобы частицы между собой не слипались. Если частички будут слипаться, то у вас внутренняя текстура получится крайне неравномерной. После этого это этап, когда мы начинаем прессовку. Это делается в самой этой ванной соответствующими приспособлениями. Максимально отделяется сыворотка, и потом сыворотка сливается. Вот это то сырье, которое попадает потом еще на вторую прессовку, то есть вы просто прижимаете для максимального удаления сыворотки. И формирование головки. Головка сформирована, после этого начинается процесс этой головки возревания. Возревание, многие считают, что это неважный процесс, а я вас просто хочу уверить, что это, наверное, не менее важный процесс, чем рацион кормления животных, чем процесс коагуляции, чем вы коагулируете, как вы соблюдаете технологию, и, соответственно, как происходит вызревание, как вы ухаживаете. Там есть свои стадии, есть температура, есть так далее. Кажется, что вроде все звучит предельно просто. Но поверьте мне, сыроделья настолько тонкий, настолько, он, правда, отработанный, но настолько тонкий, настолько серьезный инструмент. Вот мы там упоминали уже, например, если в молоке есть бактерии соответствующие, особенно споры этих маслянокислых бактерий, кластридий так называемых, то, в принципе, ваше молоко будет генерировать газы через... То есть сыр, получившийся, будет генерировать газы, и через какое-то время, обычная там вторая-третья неделя, просто сыр разорвется, его вздует. И все, да, выкидывает. Все, кто занимает... Да, и потом начнутся процессы, там внутри могут быть такие процессы, что появятся, нехорошие плесени, прогорклость и так далее. Это смертельно, да. Поэтому принципиально важно, чтобы молоко было очень хорошо... Для сыра смертельно или для людей? Да, для сыра. Для сыра это смертельно. И для людей, в общем, это тоже нехорошо. Уже нельзя это есть? Нет, конечно, нет, конечно. Это все сыр подлежит уже уничтожению либо какой-то соответствующей переработке до стадии того, как это возникло. То есть это все кажется так просто. На самом деле это настолько тонкий момент с точки зрения микробиологии, тех процессов, которые происходят, что шаг вправо, шаг влево, любая ошибка, и в принципе своем вы можете остаться без готового продукта. Если молоко нестабильно, то вообще работаете в зоне постоянного риска. Ну что, Владимир, нам нужно сделать сейчас небольшую паузу. Хотя вопрос, сколько у нас стабильного молока, продолжает терзать мое сердце. Ничего не могу с собой поделать, есть большие подозрения по этому поводу. Но сейчас новости. Мы вернулись в эфир. Мы тут сыры дегустируем. Я честно признаюсь, что когда передо мной сыр, я его просто съедаю, и счастье мое оказывается полным. Ну, люблю я сыр. С детства люблю сыр. Больше, чем мясо. Что я могу с собой сделать? Поэтому меня дико раздражает вся эта гадость с пальмовым маслом. Вот ужасно. Вообще не сыр. Ну, что я могу сделать? Ну, примитивный человек. Привык к натурализму. Тут еще, Владимир, вопрос о соли. Не самая большая привычка. Да, но про соли мы просто не дошли. Нет, потом, вот когда головка сформирована, дальше начинается процесс соления. Есть приверженцы двух направлений. Одни это те, которые делают посол с сухим, сухой солью, то есть натирают его сухой солью. А есть те, которые используют соляные ванны. То есть в ванне делается солевой раствор, и туда погружается головка. Как правило, на двое суток. Для того, чтобы она впитала соответствующую соль. Вот поэтому, конечно, процесс соления, безусловно, без него никак. Так, ну, наверное, пока вопросов, а то мы тогда не успеем. Я вообще молчу и не думаю. Ну, мы, я боюсь, вообще ничего не успеем, если честно, потому что-то я как-то даже не заметил, что уже 35 минут пролетели так мгновенно. Вот, тем не менее, давайте тогда вернемся к Калининграду, откуда, собственно, этот сыр. Будем пробовать пока. Вот Сергей может уже приступить к дегустации вот этого третьего. Два он уже попробовал. А я потихоньку продолжу про Калининград. А в Калининграде есть один такой удивительный совершенно город. Его, думаю, что большинство людей знает. Потому что наверняка многие люди слышали такой сыр тильзитский. Он на слуху у основной массы населения. При этом практически никто не знает, как город Тильзит называется сегодня, где он расположен. А то есть такого города нет? Сегодня такого города, вернее, такой город уже есть, но далеко не там, где он был раньше. То есть исторический город Тильзит располагался на территории Восточной Пруссии. И вот после Поздамского мира территория восточная, северная часть Восточной Пруссии досталась нам. Остальные две трети достались Польше. Соответственно, вот на этой территории был город, который назывался Тильзит. Сегодня этот город называется Советск. Это вот как раз тот самый город, на территории которого возникло сыроделие, поскольку там есть такая река потрясающая, Неман или мебель, как она называлась. Ее есть заливные луга. И, видимо, травостой, который там был, позволял получать очень сыропригодное молоко, что, в общем, и выродилось, привело к возникновению целой индустрии. До Второй мировой войны они производили около пяти, по-моему, тысяч тонн этого сыра на этих территориях. Весь район участвовал формально в этом производстве. Сегодня понятно, что назвать этот сыр советским было бы очень трудно. И, мне кажется, и продвигать его как советский. И 99% населения, не зная этой истории, могло бы, в принципе, воспринять это как какую-то такую смешную шутку. Хотя сыр Тильзитер известен всем. Да, Тильзитер известен всем. Известен всем почему? Потому что в конце XIX века... То есть вообще сыр этот возник в Тильзите с подачи швейцарского сыродела, который туда приехал. А вот в конце XIX века, это было в начале, по-моему, XIX века, в конце XIX века туда приехал за изучением и перенятием опыта такой отто... Господи, сейчас не могу вспомнить его фамилию уже. Вот, тем не менее, он, собственно говоря, эту рецептуру всю завез к себе в Хольсков, в Швейцарию, Таргау, Кантон, и там начал производство. Так вот, в нашей стране в 2000-е годы, как вы помните, появился в Гражданском кодексе такой термин интеллектуальной собственности, называется наименование места происхождения товара для защиты региональных продуктов. Так вот, это появилось где-то там на рубеже середины 2000-х годов. Вот в 2007 году в кантоне Таргау жителями города Хольцхов было принято решение о переименовании этого города в город Тильзит, поскольку основная масса населения этого кантона занимается как раз производством этого сыра Тильзитар, и в 1993 году они защитили региональное наименование, получили то, о чем мы несколько раз говорили, наименование места происхождения товара по нашему французскому апелляцион до режим контроля. Так вот, на сегодняшний день рядом с городом Советск, в городе, который называется Неман, а раньше он назывался Рогнит в Восточной Пруссии, вот Иван Артюх с своим партнером, я, к сожалению, партнера ни разу не видел, но, кстати, о нем слышал, они занялись возрождением этого сыра. Ну и помимо того, что они стали возрождать Тильзитар, с моей точки зрения, достаточно сложная задача, и потому что сегодня имя уже находится у швейцарцев, и будет тяжело это отвоевывать, они стали производить еще несколько совершенно потрясающих сыров. Вот три из них сегодня присутствуют у нас на тарелках. Пока этого сыра еще нет там на рынке, я имею в виду, такие городов, как Москва, Санкт-Петербург. То есть его сейчас купить нельзя, да? Нет, уже где-то там можно купить в Калининграде. Но вот сырные головки эти созревают, и где-то примерно там, думаю, что через месяц-полтора они появятся в продаже, в том числе и в Москве. Понятно, что они появятся в ограниченном объеме, поскольку это маленькая сыроварня с не очень большим производством. По какой марке? По марке? Марка. Вот тот, который вы дегустировали первый, это калининградский сыр. Я тоже стремлюсь всегда рекомендовать, создавать прецедент наименовании мест происхождения товара, что позволит соседям-конкурентам получать выгоды для территории при производстве этого сыра, соблюдая технологию. Второй сыр называется неманский по имени города, в котором, собственно, сыроварнии находятся. И третий сыр – это сыр янтарный, поскольку вы знаете, что поселок Янтарный или город Янтарный, который находится тоже на территории Калининградской области, где находится основная вот эта вот разработка янтаря, это, в общем, крупнейший производитель, один из крупнейших производителей, если не самый крупнейший, честно говоря, про янтарь, не настолько осведомлен янтаря в мире, что крайне востребовано. Ну, а поскольку, видите, цвет у него немножко такой янтарного цвета, то, в общем, он совпадает. Но это не янтарный от слова янтарь, это янтарный от слова, правильно, надо сказать, янтарный, но имея в виду место происхождения. Но, в принципе, это все Калининградская область, и это все варено-прессованные сыры, созревание вот первого, которое мы пробовали, порядка, по-моему, шести месяцев, нет, около пяти месяцев. Второй, то это Калининградский, порядка пяти месяцев. Через месяц, когда у него будет полгода, он поступит на рынок, второй, это сыр неманский, и в нем созревание, по-моему, что-то около тоже четырех с половиной, пяти месяцев. А третий сыр янтарный, это та партия, которая уже созревала десять месяцев. Поэтому тоже не совсем справедливая дегустация, кто-то чуть постарше и поинтереснее с этой точки зрения. Поэтому давайте еще раз скажем про Ивана. Иван Артюх, это потрясающий, с моей точки зрения, человек, который очень интересуется, много ездит, перенимает, изучает зарубежный опыт, очень вдумчивый. Вот есть такие перфекционисты, которые, когда за что-то берутся, очень глубоко изучают эти процессы. Наверное, с сыром по-другому нельзя. Абсолютно. Очень требовательный продукт. Слушайте, сыр, хлеб, вино, это все искусство, это все шаг вправо, шаг влево, не додал, не выполнил, не соблюдаешь, не выполняешь. Температура, не те ингредиенты, все, не то качество сырья, забудь. Продукт не получится. Получится некоторая субстанция, которую в лучшем случае можно употреблять в каком-то виде в пищу, а в худшем случае нужно просто выбросить на помойку. Вот, поэтому... Дальше следующее, что бы я хотел сказать по этому поводу, что вы обратите, какая текстура, какие ароматические свойства, какая хорошая органолептика. Да, может быть, там, пусть на меня не обижается сам производитель и его команда потрясающая, которая с ним работает, это еще не Грюье, это еще не французский сыр Буфор, но это очень большой, серьезный шаг в этом направлении. И думаю, что, в общем, этим сыром уже можно совершенно спокойно баловать иностранцев, которые приезжают, даже спорить, у него есть уже свое характерное лицо и своя специфика. Надо понимать, что это маленькая сыроварня. Понятно, что все крупные, индустриальные производители сыра делают это проще, процесс вызревания у них совершенно короткий, и эти сыры не надо между собой сравнивать. Те, наверное, скорее для каких-нибудь там бутербродов, и если в них нет всевозможных там растительных казеинов и так далее, нет использования там пальмы и прочего-прочего для создания соответствующей жирности у сырья и так далее, это другой сыр. Это сыр для того, чтобы сформировать сырную тарелку. То, что очень любят французы, то, что они называют перед десертом. Когда ты поел, и тебе в организме просто, ну, необходимо после того, что ты съел, насладиться уникальным, совершенно другим вкусом и подготовить твои палеты к потреблению. Мы хотели сегодня поговорить о сырной тарелке, но просто, судя по времени, это не очень удастся. А я вот совершенно точно в Питере, друзья, обещал, что расскажу про сырную корку, будет у нас на это время или нет. Но те, кто еще не только слушают нас, но и смотрят, видят, что мы используем хлеб, поскольку сыр очень сильный вкус с точки зрения вкусовой продукт, и он очень сильно за счет своей жирности, за счет ароматических, он сильно-сильно загрубляет наши палеты. Я вообще никому не рекомендую есть больше, чем 3-4 разных сыра. Собственно говоря, лучше иметь один хороший, чем 4 посредственных. Но правило формирования сырной тарелки – это уже в следующий раз. Но вот у нас на столе есть хлеб. Хлеб является хорошим освежителем палет, рецепторов человека, когда он ест сыр. Обычно к сырам сейчас даже подбирают соответствующие сорта хлеба. Во Франции, в частности, в хороших ресторанах, предлагают даже 2-3 сорта хлеба, которые гармонично сочетаются с различными видами сыра. О классификации сыра, текстуре, о вкусовых, ароматических особенностях и о правильности составления сырной тарелки мы поговорим в следующий раз. Ну или в один из ближайших раз. А сегодня о сырной корке. Потому что раз уж пообещал, надо это обязательно выполнить. Как у нас там со временем? Ну у нас через 15 секунд нужно будет сделать небольшую паузу. Тогда следующее окно, когда наступит после уже этой паузы, мы вернемся к этому. Да, минута погоды, и мы вернемся к этому разговору. А я пока запахом наслаждаюсь. Я никогда не ждал так погоды, как сейчас, чтобы наконец-то сейчас, думаю, попробую. 5-5-3-3-вести, небольшая пауза. Вернулись в студию. Как хорошо, что у нас научились делать такой сыр. Наконец-то. Да. Такие положительные отзывы, это приятно. Всегда я рад. Мы не договорили, почему здесь на столе еще лежат яблоки. Потому что я уже, по-моему, говорил в одной из передач, что у французов есть хорошая пословица. Она мне очень нравится. Она пословица виноделов. Они говорят, продавай на сыре, покупай на яблоках. Это означает в переводе на русский язык, что если ты хочешь что-то вкусное, хорошее продать, то есть хочешь продать хорошее вино, то есть хочешь продать нехорошее, вернее, вино, которое у тебя не получилось, постарайся покупателя своего накормить сыром. Потому что слухи о том, что сыр и вино близко дружат, мы уже говорили, это сильно преувеличенная шутка. Потому что на самом деле сыр всегда сильнее, чем любое практически вино. За редким исключением есть там несколько более-менее хороших комбинаций. Но это единичные совершенно случаи. В основном сыр намного сильнее, чем вино. Поэтому для того, чтобы соответствующим образом еще и очищать свои палеты, очень часто используют яблок. А вот когда ты покупаешь вино, ты должен покупать, съев хорошего красного яблочка перед этим. Потому что ломтик красного яблока очень хорошо чистит палеты, и ты становишься более аккуратным при принятии решения о закупке соответствующего вина. Это, в общем, справедливо не только для Франции, и справедливо не только для вина, это справедливо для вообще любой дегустации. Красное яблоко позволяет достаточно хорошо очистить палеты. В принципе, хорошо чистит вода газированная. Ну, не очень хорошо, не так хорошо, как яблоко. Хлеб хорошо чистит, особенно белый чистый хлеб без соответствующих добавок. Ну и в ряде случаев хорошо чистит пиво. Лагерное светлое. Сыр с пивом – это неплохое сочетание. Да, ну вот этот сыр, конечно, я думаю, что лучше съесть было бы отдельно. О построении сырной тарелки мы договорились сказать в прошлый раз. Но вот в перерывах между дегустацией каждого из этих сыров мы ели сейчас яблоко. И это реально, ну, с моей точки зрения, работает. Я не знаю, как ваше впечатление от этого. Насколько красное яблоко перебивает вкус, накрывая его. Что скажете, Евгений Иванович, по этому поводу? Хорошо, оно перебивает, оно разделяет вкусы, очищая вкусовые палеты, и работает. Да, действительно, работает. Ну, люди же это все-таки тренировали за достаточно длительный период своего существования. Это как суши, перекладываешь вкус сушечек кусочком имбиря и идешь дальше. Да, да, плюс еще соответствующая дезинфекция. Теперь о корочках, раз уж обещали. Сколько у нас минут еще есть? Восемь с половиной. Ну, блестяще. Восемь. Блестяще. Блестяще. Значит, Игорь, поскольку он задавал этот вопрос, значит, смотри. В принципе, вообще, смотрите, то есть, как бы ситуация тут предельно простая. Есть корочку или не есть? В принципе, корочка – это, я бы сказал, вот некий аналог корочки у хлеба. В нем вкус усилен, гипертрофирован, потому что все процессы обменные, которые осуществляет сырная головка с окружающей средой, а мы сказали, что вызревание происходит в специальной среде, где влажность 90%, где температура 12-10-12 градусов. Да, это условия, в которых хорошо развиваются сыры, идеальные для микробиологического развития. Так вот, соответственно, корочка является квинтэссенцией. Но корочки бывают различных типов. Есть, например, сыры мягкие, которые покрыты белой корочкой. Это плесень, которая называется пенициллиум, господи, камамбери. Пищевая. Камамбери пищевая, да, она, конечно, употребляется в пищу. Соответственно, эту корочку можно и даже нужно есть. Под этой корочкой образуется при созревании первое вот это вот превращение творожистой массы в такую тянущуюся мягкую пластичную массу. Вот, соответственно, великолепно. За исключением, если вы этот сыр где-то неправильно хранили, его передержали, на нем появились какие-то там красноватые, разжеватые, черноватые пятна и так далее. Эти пятна лучше удалить, потому что это могут быть уже гнилостные бактерии, противоположные, условно говоря, голубым, как бы благородным бактериям. Есть гнилостные бактерии, которые разрушают. Они не полезны и могут быть даже опасны. Это могут быть там токсины. Но в целом это бриком, амбер. Да, бриком, амбер, совершенно верно, да. Шауэрс, колумье, вот эти все сыры. Это уже все редкость. Совершенно спокойно. Ну, не важно. Последние два. Ну, сейчас у нас в стране тоже начали это производить. Поэтому это мы приводим французские примеры. Как только будут российские, я тоже с огромным удовольствием это озвучу. То есть, такую корочку есть можно и нужно. Вообще, в принципе, корочку мытую тоже можно есть и нужно. Потому что некоторые головки обрабатываются таким образом, что в процессе хранения его обрабатывают раствором соли, некоторые из них вымачивают, некоторые из них обрабатывают пивом, что тоже, в общем, видоизменяет вкус. Некоторые из них обрабатывают вином. Некоторые из них заворачивают в различные листья различных деревьев, которые сообщают соответствующий вкус, который потихоньку интегрируется в внутреннюю текстуру. Некоторые вообще просто берут, условно говоря, изюм или жмых, который остается от винодельни Итальянцы, например, используют сыры, которые называются эльбриако Бриако по-итальянски это пьяный, пьяница И получается, что такой пьяный сыр, у него даже на полтора-два-три сантиметра внутренность Она приобретает вот этот цвет красный, который они получают за счет этой, правильно даже не знаю термина, мацерации, что ли Обмена, который происходит между шкуркой и теми цветами, которые там есть, танинами, которые проникают внутрь Соответственно, эту шкурку тоже можно есть совершенно спокойно Но единственное, что нужно понимать, что перезревшие сыры, уже вкус самой корочки может быть немножко жестковат для употребления Он более концентрирован, но он может немножко быть слишком сильным Есть люди, которые очень любят есть корочки В этом случае, конечно, пусть едят с огромным удовольствием, только пусть не забывают, что эти корочки в принципе в своем большом количестве Хотя кто-то может и в большом количестве съесть, неважно Некоторые, например, итальянцы, они остатки шкурки от таких сыров, которые твердые сыры, которые используются для натирания Такие как пармиджано-риджано, грана-падана Вот пармиджано-риджано, в частности, из этих шкурок они варят соответствующий суп, доваляют в суп Соответственно, в супе это разваривается, и консистенция супа совершенно становится уникальной с точки зрения аромата, вкуса и так далее Поэтому корочку можно и... ну как, не нужно, тут слово нехорошее, но кто-то хочет, может совершенно спокойно есть корочку Ничего вредного в ней есть, за исключением Иногда шкуру обрабатывают, например, такими веществами, как парафин Для того, чтобы изолировать после того, как сыр созрел, его от общения с внешней средой при транспортировке, при хранении и так далее Как только вы ходите за пределы, вы уже с своего хранилища, то вам нужно уже соответствующую мощность предохранять Соответственно, если оно упаковано в пластик, то пластиковую упаковку есть не надо, ни при каких обстоятельствах Некоторые сыры, они обработаны, например, тканью, то есть они заворачивались в ткань И, соответственно, тоже эту ткань, какая ткань, как она обрабатывалась, во-первых, вы не знаете, потом саму по себе ткань есть Тоже я не рекомендую, это не пищевой продукт Но, в принципе, своем, я бы сказал так, подавляющее большинство сыров, у которого есть плесневая У которого есть мытая корочка, совершенно твердые сорта, совершенно спокойно можно употреблять в пищу Вот некоторым это даже очень нравится Я, если честно, когда-то был тоже приверженцем этого, но потом я посчитал, что вот в сырах с мытой корочкой для меня достаточно жестковатый становится вкус И он немножко накрывает вкус внутренней текстуры И есть сыры, да, например, там, ну, не знаю, там, сейчас какой-нибудь пример, ну, таледжио, например, да, итальянский То, если корочка слишком уже такая созревшая, то она вот эту внутреннюю текстуру, совершенно элегантную, с точки зрения вкуса Она просто ее накрывает, она слишком сильно Но тут нужно иметь в виду, что со временем вот такого рода сыры, как таледжио, на поверхности будут образовываться соответствующие разные цвета И это уже придет к тому, что появится такой прогорклый, битерный вкус Горечь будет, это уже нехорошо Кстати говоря, защита опять, как мы говорили, самая уникальная, которая подаренная Богом человеку, это защита наш нос Соответственно, и если вы нюхаете корочку, и от нее идет резкий запах, как это правильно, аммония, аммиака, да То, в принципе, в своем вот эту корочку я вам уже не советую есть Это уже не то, что не полезно, это уже может быть вредно А все остальные с удовольствием, если вам это нравится Не забывайте, что великолепно в сочетании хлеб, великолепно в сочетании мед Особенно отдельные его сорта просто с сыром сочетаются превосходно Всевозможные джемы, кулии итальянцы даже делают в Мантове и в Кремоне такую горчицу, которая сладкая Вот с моей точки зрения, к некоторым... Под сыром, как раз Да, к некоторым, к некоторым Ну, тут только нужно понимать баланс, что это должно быть на кусочек сыра маленькой доли В принципе, индийский манговый чатни должен хорошо идти Да, чатни, конечно, чатни великолепно, что, в общем, англичане, да, он совершенно верно делает В принципе, нужно понимать, что вот перед десертом французы едят, в общем, 3-4 кусочка И эти кусочки должны быть размером, ну, максимум 30-40 грамм То есть это на завтрак можно съесть большое количество какого-то продукта А вот это за столом, когда вы имеете хороший гастрономический ужин, то порции по 30-40 грамм вполне достаточно Чтобы первым кусочком раскрыть вкусы, вторым насладиться, ну, а дальше перейти к следующему А как выстраивается переход от одного к другому, мы в одной из ближайших передач уже расскажем Потому что время пролетает слишком быстро, и я за ним не успеваю А вот у итальянских металлургов, партнёров моих по нержавейке, в Парме Свежий пармезан в обед на заводе замечательно идёт под красный ламбруско Ну и, разумеется, свеженьких На заводе Да, сочетание сыра с вином мы ещё отдельно когда-нибудь поговорим На итальянском заводе Очень большое отличие от нашего Огромное спасибо, во-первых, это было очень вкусно, во-вторых, ну, честно говоря, вряд ли кто-то особенно знает всё, что мы сейчас описали Да и я не знал большую часть всего этого А кроме этого, вот, наконец-то, компенсацию получил бедный Корнеевский, на которого я рычу Сначала эфир, второй день подряд Задут ему сыра далее, и он сейчас, слава богу, спасибо Огромное спасибо До завтра, до свидания Всего доброго Итак, у нас ещё один час начинается, и у нас в гостях Владимир Баканов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Владимир, здравствуйте Здравствуйте Мы остановились на сыре Прошлый эфир был настолько интересный, что я до сих пор про него рассказываю, всем уже рассказал, что есть сыр в Калининграде Такое дело, что когда-нибудь он доедет и до нас, возможно Да, он скоро дозреет, он скоро дозреет, и, видимо, появится на полках магазинов не только в Калининграде, но и в Москве, в Санкт-Петербурге, может быть, ещё в каких-то крупных городах А там посмотрим, может быть, и дальше продвинется он И мы продолжали, ну, говорили много про то, как готовят сыр, ещё и ещё, но не договорили Ну да, в прошлый раз нам удалось немножко рассказать про корочку от сыра Надо ли её есть? Главный вопрос был, собственно Да, это вопрос, друзья, меня мучили, можно ли её есть, нельзя ли её есть И, в общем, я так полагаю, что с этим мы всё-таки на прошлой передаче разобрались Более-менее понятно Какие корочки можно есть, какие нет Но мы обещали, что мы ещё обязательно расскажем о том, как всё-таки сыры нужно есть В том числе о сырной тарелке Как эту сырную тарелку составлять В какой последовательности, с тем можно сочетать и так далее Вот попробуем это сегодня, если получится, собственно говоря Эту информацию каким-то образом и оговорить Особенно с учётом того, что всё-таки сегодня день такой сложный Тут у нас День Святого Валентина Масличная неделя идёт Не очень-не очень понятный для всех праздник Но молодёжь как-то в него вписалась, празднует Хотя, в общем, это, наверное, праздник не с нашими корнями Тем не менее И одновременно Масличная неделя идёт А если знаете, то Масличная неделя вообще-то называется Сырная седмица Да, поэтому вот у нас Сырная неделя Прекрасный повод для того, чтобы завершить Ну или сделать ещё один шаг в смысле сыра И, в общем, начнём, наверное, где-то в этом направлении Да, сырная тарелка, Владимир Просто вот мы же тогда угощали всех наших коллег И я слышал, они ходили и говорили, вот бы сейчас вина к сыру А вы-то говорили нам, что сыр и вино — это сочетание слишком переоцененное Ну, и да, и нет Да То есть, вот давайте тогда потихоньку всё-таки Ну, во-первых, надо иметь в виду, что сырная тарелка с сырной тарелкой Но сырная тарелка — это либо вместо десерта, либо перед десертом Это вообще традиция такая французская Она к нам пришла, и какая-то уже там часть нашего населения использует сырную тарелку Но по большей части мне приходится встречать компании, в которых сыр нарезают перед началом пиршества Так вот, у меня убедительная просьба для тех 25%, которые, помните, мы когда-то замеряли, которые очень любят вкусно поесть А я напомню, что у нас было исследование месяца два назад, и радиослушатели разделились на три группы На тех, кому еда очень важна, и они гастрономы, они любят вкусно поесть, таких было 25% На тех, кому еда важна, их таких было 50% В плане питания важна? Да, и 25% у нас тогда получилось тех, кто достаточно равнодушен к еде Я не знаю, почему Сергей сейчас записывает эти цифры, но эти исследования, по-моему, делал он сам Просто у него так много гостей, что он, видимо, это забыл уже Так вот, для тех 25%, для кого еда все-таки является важным фактором Я советую настоятельно сыр не есть перед началом ужина Потому что сыр все-таки очень силен по своим вкусовым особенностям И он, к сожалению, достаточно сильно забивает палеты Поэтому, если после сыра вы будете есть какие-то тонкие блюда, изящные, элегантные с точки зрения вкуса И с особыми органолептическими свойствами То есть шанс того, что вы многое из того, что там есть в этом вкусе, не почувствуете Именно благодаря тому, что начали с того, что съели сыр Вот мы в прошлый раз, помните, когда дегустировали, мы сказали, что французы всегда говорят Я уже это много раз пословицу использовал и продолжаю рассказывать о том, что покупай на сыре Вернее, продавай на сыре, а покупай на яблоках Поэтому в этой ситуации лучше все-таки ограничиться какими-то напитками, аперитивами и так далее Может быть, какими-то закусками, но не сырами Потому что сыры, особенно некоторые из них, могут существенно повлиять на ваши рецепторы И после этого то вкусное блюдо, которое хозяйка приготовила для гостей Оно будет не таким Может оказаться недооцененным Но помимо того, что есть сырная тарелка, вы понимаете То есть еще и, в принципе, использование сыров Ну, скажем, в салатах Использование сыров в качестве элемента горячих блюд Посыпают пасту Да, да, совершенно верно Поэтому не только посыпают Не только посыпают Если говорить, например, о салатах Тогда-то, я думаю, что там 99,9% радиослушателей, которые нас сейчас слышат Знают, что такое греческий салат Конечно Традиционный Кстати, я вспоминаю времена, когда там сейчас эта ситуация изменилась А, скажем, лет 15 назад Спросить в какой-то греческой провинции Если у вас греческий салат Это вызывало некоторые недоумения Потому что у греков он назывался, если мне не изменяет память, деревенский салат И слова греческий салат не было Но потом, видимо, количество туристов из России Из бывшего Советского Союза в Греции увеличилось И греки понимают, что переубедить нас в этом нельзя Они все-таки приняли решение в большинстве мест его так и называют Греческий салат Поначалу им, наверное, это было обидно Но потом они на это дело согласились Вот одним из элементов греческого салата, как вы помните, является сыр С таким коротким названием фетта Фетта, да Да Если говорить о фете, то, в принципе, традиционная классическая фета Она изготавливается из овечьего молока Иногда с добавлением козьего молока И никак иначе В принципе, такой типаж сыров, как фета Он распространен по всему Балканскому полуострову И, в принципе, и у Болгарон там есть Ну, у многих стран Вот единственное, что там у Болгарон, скорее, по-моему, называется там брынза Ну, это примерно то же самое Ну, это близкие, да Близкие по своей структуре сыры Так вот, классика как раз греческого салата Или салата там провинциального Или салата деревенского, как они его называли Состоит именно в том, что там используются куски Именно или один целый кусок Или разрезанные куски именно греческой феты То есть той феты, которая сегодня является официальным региональным продуктом Официально имеет статус Ну, если в переводе на наш гражданский кодекс Помните, мы говорили о наименовании места происхождения товара То вот на сегодняшний день фета как наименование И как региональный продукт защищено И правообладателем является Греция Поэтому настоящая фета может происходить только из Греции Кстати, это довольно интересная была история Потому что, когда активно в начале 90-х годов Все страны побежали вдогонку за французами То есть французы начали развивать защиту свою в виде Апеллассион д'ориген контроле То есть наименование, контролируемое по происхождению Очень давно Первый сыр, если говорить о сырах Первый сыр был защищен, если мне не изменяет память В 1925 году официально уже статусом А когда ЕСовские документы То есть европейское сообщество Когда оно стало складываться Стали формироваться То в 1993 году вышел документ Который в принципе регламентировал Это был европейский регламент И многие страны поняли, что в этом есть колоссальная выгода В защите своих собственных наименований мест происхождения товара Вот как раз тогда и начались судебные разбирательства И вдруг выяснилось, что Ну, в частности, датчане Они выступали против Того, чтобы Право Феты То есть название Фета Принадлежало именно греками Почему? Потому что Так получилось, что сыр-то Греческий Но до того, как датчане стали этим заниматься Производить его у себя В принципе своем Он не был настолько известен За пределами Греции Имя такое, в общем, европейское Общеевропейское узнавание Феты Появилось благодаря датчанам Потому что они стали Эту технологию производства культурировать А датчане любят бутерброды делать? Нет, датчане Дела не было в бутербродах Дело было тогда, что именно датчане Придумали, во-первых, вот эту ультрафильтрованную О которой мы еще там скажем Фету Та, которая там Немножко другим способом Производится И немножко другую текстуру имеет И, в общем, не совсем такой вкус Но датчане Выступили тогда инициаторами Вот этого суда Когда было принято решение о том Что все-таки право должно достаться грекам То они в течение какого-то времени Удерживали эту позицию И продолжали выпускать сыры Которые назывались Фета Да? Но их засудили Я лично помню даже ситуацию Нет, там довольно сложно развивалась ситуация Я даже лично помню ситуацию Как я там с Педерсоном тогда разговаривал И он выступал от Дании Он был это сыродел И Ян Педерсон И он выступал от Дании И он как раз готовил документы Я какие-то черновики этих документов Еще в 96-м году видел Проходило это дело в Гаге И тогда Гагский суд Признал право за датчанами Потому что они представили аргументы Что Фету Популяризировали Популяризировали, да Именно датчане И они производили больше на самом деле По-моему Фета Чем производила вся Греция Так вот Ну дальше ситуация развивалась больше Поскольку документы все-таки оформлялись И я считаю Что восторжествовала справедливость При всем том Что кто-то что-то там хорошо популяризирует Вы же региональный Все-таки регион есть регион И если это произошло в какой-то там территории соответствующей То право должно принадлежать тому месту Откуда это собственно говоря родом А что сделать датчанам? Они продолжали производить Переименовали Они да Они переименовали Они вынуждены были перейти на другие Ну собственно то же самое Что сейчас случилось с адыгейским сыром Когда все-таки решением Верховного суда Было признано Что право производства регионального продукта Сыр адыгейский В соответствии с зарегистрированным Номинование места происхождения товара Закреплено пока там за четырьмя предприятиями Но территория производства Может быть только адыгейская республика Что справедливо Все остальные сейчас переходят на любые другие названия Это в общем разумно Потому что Ну почему там 100 с лишним 120 с лишним предприятий Должны были выпускать что-то И вводить в заблуждение потребителя Названием адыгейский сыр Если некоторые из этих производителей Никогда не были в Адыгее Я думаю что никогда не бывали в Адыгее И даже если на контурной карте Нужно было попросить показать Где Адыгее находится Ну я уверяю вас У меня были случаи Когда я спрашивал Где это люди не могли назвать Территорию с которой Адыгее ограничит Это означает что в принципе Они имели условное представление об этом Но поскольку название было уже раскручено Оно было узнаваемо И оно было актуально для потребителей Вот все старались это использовать Что в общем конечно некорректно По отношению к Адыгее Так вот с фетой аналогично Сейчас фета Если мне не изменяет память Это 2002 год Когда было окончательно принято решение О том что все таки право феты Остается за Грецией И поэтому только греки Могут производить фету В действительности Фета бывает Ну условно говоря Можно разделить всю фету на три Типа как бы Первый тип это традиционная фета Та о которой мы сказали Та которая делается из овечьего молока Исключительно из овечьего молока Она возревает Опять же если мне не изменяет память Порядка трех месяцев Минимум Вот она имеет свой специфический вкус И она как раз вот именно та характерная фета Которая собственно и лежит в основе Этого провинциального или деревенского салата И которая по сути Известна нам как Греческий салат А производится она собственно так же Как и любой другой сыр Примерно то же самое То же самое то что мы говорили Сыропригодное молоко Вот хорошее Доставляется соответственно на сыроварню Сыроварня происходит предварительно То есть нагревается и Вводится стартовая культура Мы говорили так Которая начинает подготовительные процессы Потом через час Добавляется туда сычужный фермент После чего собственно говоря происходит В течение там 40 минут коагуляции Помните мы там еще рассказывали Я никак это слово не могу вспомнить Когда там ножик вставляют В Уже начавшись створаживаться молоко Вставляют ножик Если там остатки крапинки появляются От этого момента начинают отсчет времени Умножая там соответственно на 3 на 4 на 5 Если кто помнит Это было на прошлой передаче Хотя в принципе там Вот мне друзья после этого спросили Обязательно это ножик или линейка Да нет Многие сыроделы вообще используют Прошу прощения просто указательный палец Опускают его В створаживаю ему молоко Ручная работа Да И потихонечку медленно его вытаскивают Оттуда вытаскивают И как только крупинки уже обнаруживаются на пальце То соответственно Это тот момент когда коагуляция начинается Соответственно от нее можно уже отчитывать время От того как ренет был введен Дальше делается там трехкратное увеличение этого времени Обычно для фета в частности Если опять же если я правильно помню Там минут 40-60 наверное нужно для того Чтобы прошла полная коагуляция Потом идет то же самое измельчение Мы говорили что в зависимости от измельчения Появляются совершенно разные вещи То есть разные результаты Разные сывороткоотделения Потом посола Которого мы говорили И вот трехмесячное вызревание То есть в принципе он аналогичный Тут только культура которую вы используете Качество молока и особенности производства Они собственно определяют И производство самого сыра Но надо понимать что Овечий сыр очень характерный по вкусу И соответственно его элемент Который в греческом салате Он несколько отличается от большинства того Что мы едим Потому что помимо фета Есть как бы условно фета Современная фета я бы ее назвал Которая делается уже из коровьего молока Иногда с добавлением овечьего Иногда без добавления овечьего При этом вы понимаете Что как только вы уходите от овечьего То вы немножко теряете в цвете Цвет перестает быть белым Появляется немножко желтизна Опять же от каротина От рациона Не важно Животных И третий Третий тип Это тот тип Который ну совсем ультрасовременный Мне кажется что эта технология Была как раз датчанами и придумана Это когда Коагуляция происходит Уже непосредственно в емкости То есть вот подготовленное молоко Уже разливается в соответствующие банки Как правило это большие-большие банки Но существует и меньшего размера По-моему около 3 литров Или 5 литров Это банка металлическая И туда уже вводится ренет И соответственно Коагуляция происходит внутри Подготовительного процесса Как правило Этот сыр хорошо понятен Он такой достаточно мягкий Пластичный Без дырочек Если овечьий все-таки Сыр Имеет крупинки И имеет соответствующие отверстия Неправильной формы То фета в чистом виде Она вот Это ультрафильтрованное Вот эта современная совсем фета Она совершенно Не имеет никаких внутренних пор Делается она естественно Из коровьего молока И сделано это для удешевления Этого процесса Потому что Эта фета стоит дешевле Ее производство проще Соответственно Технологический процесс Существенно более упрощен Формально Вы уже в процессе Доставки потребителю Этих банок Ну или упаковок Там разные Тетропаковские упаковки Разные используются Вы собственно В этот процесс В этот момент Сам процесс созревания сыра И происходит Но по вкусу Совсем другое дело Он отличается по вкусу Он существенно отличается Поэтому тот Кто Любит Классический Конечно Должен отдавать предпочтение Настоящей греческой фете Но Там есть сейчас нюансы Вот И Или может быть Если он любит Действительно Такого типа салата Использовать Какую-нибудь там Брынзу Брынза тоже может работать Овечье особенно Единственное Единственное Что иногда Иногда Вот Традиционная фета Она бывает Достаточно Сильной По вкусу И спасти Такую фету Вот Ну я например Практиковал Такую штуку Когда она уж совсем Такая вызревшая Просто берется молоко И все Я в молоко На буквально там Десятки На полчасика В молоко Опускаешь ее фету Она опять насыщается И отдает лишнюю соль Отдает лишнюю этот горечь И превращается В идеальный совершенно продукт Вот Это что касается фета Да Так вот это что касается феты Поэтому сыр присутствует В принципе в огромном количестве блюд Да Моцарелла Тоже самое Мы ее Хорошо знаем За там Последние 20 лет Именно за счет того Что повсеместно Так как греческий салат Еще распространился салат Который называется Инсалата капреза Да Я видел одну книжку Одного Одного Фудрайтера Как теперь говорят Фудрайтер Да Человек который пишет о еде Человек который пишет о еде Не обязательно рецепт А в целом Но это было смешно Он написал Салат каприз Нет не каприз А капризный Салат капризный Я поулыбался Думаю конечно хорошо Ну капреза По-итальянски это означает Что происхождение Этого салата С острого капри Ничего ничего другого В этом больше В слове не заложено Поэтому классический Салат капреза Это когда Используется Монцарелла Буйволины Ну мы кстати говорили В прошлый раз Что молоко В основном То есть Млекопитающих Животных А домашнивых Достаточно много Но в основном Для производства сыров Используется Естественно Прежде всего Коровья Это связано С количеством Надоев И с периодом Лактации Он почти 300 дней Да Дальше Овечья Козья Ну еще используется Буйволины Вот если мы говорим О моцарелле Дибуфало Из компании итальянской Собственно говоря В провинцию Которую и входит Остров капри То вот в тех краях Как раз производится Моцарелла Дибуфало То есть моцарелла Из буйволинового молока Соответственно Моцарелла Помидоры А вы понимаете Что в тех краях Жарковато Поэтому помидоры Созревают хорошо Поэтому соответственно Ломтики помидоров Ломтики моцареллы И базилик Ну и это все И оливковое масло Соль И оливковое масло Да Соль Можно немножко черного перца И оливковое масло Некоторые добавляют Бальзамический уксус Но это сбивает вкус Этого нет в рецепте Это портит вкус Этого блюда Классического Поэтому Наиболее правильно Это все таки Использовать только моцареллу Только помидоры И базилик Они собственно говоря Эти три цвета Почему их итальянцы любят Потому что Это три цвета Итальянского флага Я подумал Точно Картинка Которую Которую они любят Поэтому Сыры присутствуют на столе И в качестве В том числе На салатов При этом надо понимать Что усвоение Скажем феты Которая традиционная Которая три месяца Возревает И ферментируется Соответственно Наше тело Наш организм Усваивает быстрее Чем свежие сыры А мы говорили Что моцарелла Относится к категории сыров Паста Филата Это свежие сыры Совсем молоденькие И поэтому их усвоение Происходит существенно дольше Поэтому когда некоторые говорят Мне бы что-нибудь полегче Например моцарелла Они не очень хорошо понимают Процессы усвоения Моцарелла Не самый легкий сыр Тем не менее Это хорошее Классическое блюдо Тоже в общем Укоренившееся В наших ресторанах В подавляющем большинстве Из них Во всяком случае В тот период Когда хорошие помидоры Это в общем Достаточно Хорошее Интересное блюдо Итальянцы кстати Моцареллу Очень часто едят Прямо головку моцареллы Вместе с прошутто Это тоже такая классика У них Почему-то у нас Она не сильно прижилась Но вот итальянцы Это делают Они прям берут Шарик моцареллы И несколько Ломтиков Прошутто Кусок хлеба И как Сергей любит говорить Еще бокал вина Не бокал вина В данном случае Приемлемо Белое Какой-нибудь шардоне Было бы великолепно С моей точки зрения Вот Поэтому Сыры есть не только В сырной тарелке Сыры присутствуют в салатах Да Не Кроме того Что они присутствуют в салатах Да кстати Про фету забыл сказать Что хранить фету Нужно обязательно в рассоле Да Потому что фета Достаточно быстро сохнет Если ее оставлять не в рассоле И достаточно Быстро при этом Вот такая Пикантность появляется Горечь появляется Но она продается Так вот В рассоле Да-да-да Она всегда Она всегда Она хранится И продается всегда в рассоле Это нужно иметь в виду Вот Собственно говоря Что касается салатов, я думаю, что этих двух примеров достаточно, потому что подавляющее большинство радиослушателей и так уже давно эти два салата знают. Просто чуть-чуть разобрались, какие сыры внутри, и вроде все особенности мы рассказали. Значит, есть использование сыра и в основных блюдах, в горячих блюдах. Ну вот, в частности, такие категории, например, сыров, как паста филата, только выдержанные уже, не свежие, такие, как моцарелла, а такие, как паста филата, например, проволоны. Некая аналогия нашего сулгуни. Активные итальянцы используют его для того, чтобы, когда они готовят мясо, запекают мясо или жарят мясо, то поверх вот этого куска мяса, в основном это делается со свининой, хотя, в принципе, свинина, говядина вполне подходит. Кладется ломтик этого сыра, который расплавляется и, соответственно, видоизменяет, дополняет вкус этого блюда. Это классическая совершенно вещь, в общем, достаточно распространенная у итальянцев. Но главное, мы так не делаем, я насколько знаю, с сулугуни. Мы не делаем, но на самом деле я могу сказать, что всевозможные запеканки возможны, потому что можно просто хлеб, на хлеб можно положить, ломать этого сыра, опустить это в духовку на несколько минут и прекрасно совершенно этим перекусить. С точки зрения комбинации вкуса, мы говорили о том, что нейтральный плюс хлеб, они дадут соответствующие специи, немножко масла, и у вас получится такой хороший, хороший, добрый, быстрый перекус. Владимир. Еще, да, об основных блюдах чуть позже. Чуть-чуть, да, нужно сделать паузу на новости. Владимир Баканов у нас в гостях. Так, поехали, да, мы начинаем. Горячие продукты, да, горячие продукты. Да, ну вот мы договорились о том, что вот можно положить кусок сыра, паста филата, и это активно используется на мясо для того, чтобы получилось блюдо. Можно всевозможное использовать, вы помните, такой крайне популярный были, но Сергей достаточно молодой, он не помнит. Сейчас узнаем, может помню. Вот в 90-е годы у нас все побежали, обнаружив два уникальных горячих блюда. Одно называется фондю, а второе называется раклет. Да. Вот, я был момент, когда, ну, все друг другу дарили эти фондюшницы. Фондюшницы, раклетницы, я думаю, что у подавляющего большинства людей, кто нас сейчас слушает, радиослушателей, наверняка дома есть эта фондюшница, которую они один-два раза использовали, и на этом все закончилось. Там предельно простой принцип, то есть сыр разогревается в двух вариантах. Первый вариант, это когда раклет, греется половина головки сыра, соответствующего названия, и с него вот этот расплавный сыр просто счищается соответствующей лопаточкой или ножом на картофель. Отварной картофель и сыр раклет дают великолепное совершенно сочетание, и это реально очень хорошее блюдо с точки зрения ужина. Вот, ну, а второе, это фондю, когда, когда брали просто и расплавляли соответствующий сыр, в основном это был грюе, с добавлением туда иногда раклета, там есть вино добавляется, все это расплавляется, и просто берется хороший французский багет, ломается на кусочки или режется на кусочки, и на, соответственно, длинных соответствующих вилочках опускается в эту сырную массу за столом, и, в общем, люди едят. Это такие швейцарские горячие блюда, которые очень-очень популярны. Ну, вот у нас особенно бум был такой, фондюшница, я говорю, это вот середина 90-х годов, не знаю почему, но вот все ходили там, и когда задумывался к какому-нибудь там повару или к какому-нибудь человеку, имеющему отношение и любящему поесть, что им подарить, да, вот искали эти фондюшницы, приносили и дарили эти фондюшницы. А фрукты же еще, мне кажется. Нет, можно фрукты, можно все что-то. Но это не принципиально. Если говорить о фруктах, то фрукты, это фондю, ну, такое шоколадное фондю. Это тоже, в общем, швейцарская штука, но тогда плавят шоколад, и в шоколаде уже макают ягоды, фрукты и так далее. В сыре в меньшей степени. Больше популярны классические фондю, это как раз именно кусочки белого хлеба, которые туда макают. Еще какой-нибудь пример, чтобы потихоньку начать перемещаться в сторону сырной тарелки. Ну, например, вот Сергей начал сегодня передачу с того, что сказал, да, вот посыпают сыром еще. Действительно, это правда, итальянцы любят посыпать, и всегда, когда ты попадаешь в любой итальянский ресторан, как у нас, так и за рубежом, тебе всегда дают сыр тертый. Как правило, это, ну, слово пармезан такое, условно, мы как-нибудь поговорим на эту тему, может быть. Потому что пармезан, это слишком генерическое имя, ничего за которым, собственно говоря, не стоит. Региональных продуктов два. Из сыров, твердых сыров, которые используются для натирания. Это, прежде всего, самый, так сказать, известный наверняка у нас, это грана падана. Он производится в больших количествах. Возревание этой головки, возревание этого сыра происходит в течение 17 месяцев. Ну, соответственно, это производится на более широкой территории. А, собственно говоря, Италии северной. А второй сыр называется пармиджано-риджано. Это еще более высокого уровня сыр. Тоже предназначен исключительно для натирания. И вот, как правило, грана падана больше всего ставят в ресторанах, поскольку он подешевле. Иногда ставят пармезан, но это плохо. Пармезан не регулируется. Поэтому слово пармезан, оно, во-первых, не защищено. Его могут производить где угодно в мире. А, во-вторых, там нет ограничений, как правило, вот этот характерный вкус сыров типа грана, вот этих твердых для натирания, возникает где-то там на 8-9 месяц. Иногда 7-й. Поэтому, когда слово пармезан, есть всегда соблазн запустить в таком состоянии. Надо иметь в виду, что всегда на любой упаковке есть два символа. Есть символ, если тот, кто будет там в магазинах где-нибудь, находясь пока за рубежом, пока у нас там санкции. Там всегда есть, пока санкции действуют. У нас есть значок один, который значок консорциума пармезана-риджана, там изображение головки и куска. И второй, это грана-падана, там соответствующий такой ромбик, соответствующий надписью. При отсутствии этих знаков сыр относится к категории твердых сыров для натирания типа пармезан и не является географическим продуктом, то есть географическим указанием. Не является защищенным. Так вот, да, его используют и натирают. Тут, кстати, есть интересные по этому поводу вещи, которых, в общем, может быть, кто-то знает, но, в принципе, итальянцы не сыпят сыр к каждой пасте. То есть, несмотря на то, что паста стоит, итальянцы никогда не используют пармезан, ну, то есть пармезана-риджана или грана-падана, то есть этот сыр никогда не посыпают им пасту, например, с морепродуктами. С некоторыми, да, но с рыбой нет, с морепродуктами нет, с грибами, особенно если это любимое имя, то, что они называют парчини, да, у нас это белые грибы, да, то сыр грана-падана может существенно ухудшить, ну, загрубить, так скажем, вкус белого гриба. Поэтому вот грибы итальянцы, во всяком случае, те, кто понимают в еде и любят, они не используют. У меня была такая история, я помню, лет, наверное, 20 назад, одни из наших первых поездок в Италию, мы оказались как раз в районе Пармы и попали с моим тогдашним партнером в ресторанчик и заказали пасту какую-то, она была с сардинами. Ну, и поскольку мы все-таки были малообразованы в тот момент, мы сразу схватили этот сыр, который нам принесли и стали им посыпать. Но только-только начали, хозяйка подбежала и сказала, нет-нет, ни в коем случае нельзя делать, вы сейчас испортите вот этот элегантный тонкий вкус сардин, который мы добавили к этой пасте, и его просто сыр накроет, и вы не почувствуете вот этих тонких нюансов. Это надо иметь в виду. То есть, когда у вас там чеснок, помидоры, там все остальное, то есть базовые такие вещи, скажем, мясные соусы и так далее, вы совершенно спокойно можете использовать пасту. Уже не загрубишь. Она с этим сочетается, да, она работает с этим. А что касается тонких вещей, связанных с рыбой, то, что связано с грибами, я просто советую этого не делать. Вот, собственно говоря, диапазон. Кстати, нужно иметь в виду, что самый лучший – это свежий натертый сыр. В принципе, у пармиджано-риджано, если там на дому, то лучше просто натирать вообще самостоятельно. А есть предварительно натертый, а есть вообще такая штука, ну, когда дегидрированный, не будем уже раскрывать детали, чтобы опять в это не уходить, все эти сложные термины. Есть сыр, который дегидрированный, и, в общем, это такой уже более низкого качества продукт, поэтому стараться все-таки нужно от головки самостоятельно натирать. Тогда ты получаешь максимум гастрономического эффекта, максимум наилучшие органолептические свойства. Вот, ну и потихоньку давайте переберемся к сырной тарелке, потому что она заслуживает, конечно, гораздо большего разговора, чем у нас сегодня осталось. Но, тем не менее, кстати, что касается такого сыра, как пармиджано-риджано и грана-падана, и вообще, в принципе, всех сыров, вот мы сказали о созревании, да, но надо понимать, что этап, который следует после того, как сыр попадает на созревание, это вообще отдельная, сложная очень процедура. И занимаются отдельные люди. Во всем мире, да. На сегодняшний момент в мире, ну, по разным данным, потому что, ну, я не нашел, к сожалению, ни разу ни одного такого прям совсем подтверждения, оценивается, что на планете около 3,5-4 тысяч видов сыра производится различного. Вы много попробовали? Лидерами? Ну, больше тысячи. Больше тысячи видов. Вот. Поэтому надо иметь в виду, что процесс созревания, это настолько отдельно и с точки зрения техники, и с точки зрения технологии, и с точки зрения поведения, что это, как правило, отдельная профессия. Вот у итальянцев это вообще колоссальное разделение труда. То есть есть компании, которые занимаются производством сыров, грана-падана, пармиджано-риджано, а есть компании, которые занимаются созреванием, афинеры. И, в принципе, вот стандарт этой головки, которая там 32 и 36 килограммов весом, она используется как биржевой товар. То есть инвесторы делают деньги. В чем тут суть? Как баррель нефти, так это головка. Да, да, совершенно верно, как баррель нефти, да. В чем суть, почему это инвестиционный продукт? Потому что процесс его созревания, это 17 месяцев, 17-18 для грана-падана, 22-24 для пармиджано-риджано. Понимаете, да, что сыроделу, особенно небольшому сыроделу, такое количество хранилища, в котором нужно поддерживать соответствующую влажность, соответствующую температуру, обрабатывать эти головки, ну, держать очень сложно. Потому что, ну, вы понимаете, вы производите каждый день из молока. У вас там уходит 12-14 литров молока на килограмм этого сыра. Вы там перерабатываете определенный объем. У вас сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Это продолжается практически круглый год, за редким исключением. Ну, то есть, вы фактически весь круглый год не будете вдаваться в период лактации и так далее. Молозиво там, предсухостойный период и такие термины, чтобы не мучить радиослушателей. Ну, то есть, у вас есть там условно 270 дней реальной, там 270-300 дней реальной лактации у коровы, поэтому вы получаете этот сыр постоянно. Сейчас представьте себе, для того, чтобы он созрел 24 месяца, да, вам, соответственно, нужно 300 дней умножить на 2 600 дней. То есть, вам 600 дней выработки нужно где-то складировать и держать. И иметь возможность продавать соответствующим партиям. Продавать одной маленькой партии невыгодно, потому что вы не доставите этот сыр никоим образом. Нужно, соответственно, накапливать следующий запас, чтобы было эффективно его транспортировать. Прошу прощения, небольшая пауза, вернемся. И Владимир Баканов у нас в гостях. Продолжаем про сыр. Ну вот, к сожалению, я боюсь, что те, кто попросил все-таки, чтобы была такая информация о составлении сырной тарелки, думаю, что все-таки они дождутся этой информации в следующий раз, потому что, ну, невозможно уложиться вот в тот короткий период времени, который у нас есть, с учетом того, что есть еще и новостные блоки. И все-таки прямой эфир, его там трудно вогнать в какую-то классическую совершенно там схему замера, тайминга. Но пока подготовишься, кстати, почву, пока теорию объяснишь. Тогда просто еще в двух словах подготовить к составлению и правилам составления сырной тарелки и потреблению сырной тарелки. Могу сказать следующее, что вот при возревании, мы уже там начали говорить, надо понимать, что сыры зреют по-разному. Скажем, вот сыры такие, которые с плесневой корочкой, вообще, здесь, наверное, такой закон должен быть, чтобы было понятно всем. То есть мягкие сыры, они созревают от корочки внутрь. И, соответственно, их внутренняя текстура и вкус видоизменяются от внешней поверхности внутрь. Что же касается сыров, у которых, это касается вот мягких сыров всех, и с плесневой корочкой, и мытые сыры, когда там моют пивом, мы говорили в одной из передач, пивом, рассолом, вином там и так далее, различными жидкостями. Что же касается твердых сыров, то, по сути, они, у них происходит такое гомогенизированное возревание, опять слово нехорошее, без термина. То есть у них созревание происходит изнутри и практически во всем объеме. Поэтому процессы происходят совершенно разные. Соответствующее созревание идет по-разному. Поэтому для того, чтобы, в принципе, подойти к пониманию, какой сыр в итоге получается, нужно понимать, что после самого процесса производства есть очень длительный процесс созревания сыра. И вот в процессе этого созревания вкус сыра существенно видоизменяется. Соответственно, видоизменяется вкус, видоизменяется ощущение, то есть органолептика его и так далее. И при составлении любой сырной тарелки это будет являться фундаментальной вещью. Потому что принцип, о котором мы теперь уже расскажем в следующий раз, он состоит в том, чтобы последующие вкусы были сильнее, чем предыдущие. Я поподробнее расскажу уже в следующей передаче, чтобы последующий сыр накрывал предыдущий. В этом смысле нужно понимать, что более созревший сыр может оказаться даже в сознании потребителя совершенно другим, чем он его ожидал. То есть у человека есть восприятие какого-то конкретного сыра и понимание, каков он. Скажем, камамбер или какой-нибудь сыр с плесневой корочкой свежий, свежеизготовленный, он имеет один вкус. Он же через 3-4 недели созревания, а особенно такие сыры, как с белой плесенью, они в принципе в своем становятся мягкими под корочкой. Текстура потихоньку становится все более и более мягкой внутри, остается маленькое творожное зерно в центре, но они становятся более характерными, более битерными, более сложными по вкусу. И надо понимать, что один и тот же сыр с одним и тем же названием разного возревания, даже если он от одного и того же производителя, может занимать совершенно разную позицию на сырной тарелке. Это тоже такой важнейший фактор. То есть надо заранее знать примерно. Конечно, конечно. Более того, надо понимать, что надо разделить, как я бы сказал, для нас, все-таки мы не французы, надо разделить сыры и сыры. Вот в прошлый раз мы пробовали сыры второй категории, те, над которыми долго трудится человек, идет процесс вызревания, где есть очень характерный вкус. А первые сыры, первая группа, это большие промышленные сыры, то есть компании, которые выпускают все названия, которые мы там знаем, голландские и так далее. Все классические сыры, как правило, их срок вызревания очень маленький, в пределах трех недель. Этот сыр, ну, в принципе, предназначен для того, чтобы съесть бутерброд на завтрак, быстро-быстро убегая из одного места в другое, не задумываясь. Калории, чтобы получить. Да, перекусить, чтобы получить немножко жиров, белков, углеводов и быстро с этим убежать. Соответственно, дальше, дальше уже есть вторая категория сыров, которые реально можно и которые следует использовать в качестве уже одного из элементов сырной тарелки. Кстати, при этом нужно совершенно точно понимать, какие сыры, как они будут восприниматься нашими рецепторами. Например, есть такой один из параметров сыра, который называется, который многие теперь начали интересоваться, называется массовая доля жира в сухом веществе. Конечно, массовая доля жира в сухом веществе – это один из налогающих параметров с точки зрения потребителя. Некоторые не понимают, что это такое. В принципе, если мы уже говорили, что для производства одного килограмма сыра необходимо 10 литров молока, соответственно, 10-12, для некоторых сыров даже 14, то мы понимаем, что у нас есть молоко, мы говорили о параметрах молока, у молока есть соответствующая жирность, средняя жирность – это порядка 3,5-4%. Вот, соответственно, если из 10 литров мы получаем 1 килограмм, то вот у нас прямой уже образовалось, сколько, Сергей, получается? 40-48% жирности. Но надо понимать, что в мягких сырах, ну, 2 третих – это вода. В твердых, сверхтвердых сырах – это от 50, даже меньше 50% бывает, да? Да, соответственно, вы понимаете, какой диапазон. Так вот, когда говорят о жирности, то говорят о жирности в сухом веществе. То, что называется FDM, в английской аббревиатуре FDB, то есть, или по нашему содержанию в сухом веществе, это означает, что если вот из килограмма извлечь влагу, то в оставшемся сухом веществе будет, а там жир, там тот козеин, тот протеин, который есть, плюс та соответствующая соль и коагулянта, маленькую долю, но они составляют, то есть, вот в этом сухом веществе, жирность этого сухого вещества составляет 48-50%. Основные сыры именно такие, потому что делаются они из цельного молока. Можно ли там приготовить обезжиренные? Да, есть там варианты соответствующие, но я уверяю 90% людей, кто не пробовал, что обезжиренные сыры, как правило, имеют существенно более слабый вкус. Существенно более слабый. То есть, жир, на самом деле, это вкус? Да, конечно, жир дает вкус, безусловно, безусловно. И, естественно, что сыры, которые обезжиренные, для этого нужно будет просто снимать соответствующие сливки с молока, отстаивать, сепарировать, удалять, жировую составляющую уменьшать и уже из них делать. Там есть свои нюансы, не будем вдаваться в соответствующие подробности. Вот это тоже, состав жира, это тоже важно. Вот, если уже говорить совсем о тарелке, то надо понимать, что если вы хотите составить хорошую сырную тарелку, о которой мы поговорим в следующий раз, то мы, конечно, говорим не обезжиренных сырах, мы, конечно, говорим не о сырах, произведенных там индустриальным способом и рассчитанных там на завтрак, на быстрый. И это сыры, которые, как правило, сделаны на маленьких предприятиях, за которыми очень внимательно следят, с которыми серьезно работают, которые в итоге даруют нам удовольствие от их потребления. И это, в общем, мы отложим теперь уже на следующий раз. Да, вот у нас анонс получился, тогда следующая программа. Спасибо большое, Владимир Баканов. Был у нас в гостях вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров. До свидания. С нами Владимир Баканов, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров. Поэтому желательно запастись продуктами питания, чтобы в ходе разговора рецепторы чем-нибудь забивать вот эти вкусовые палеты. А то мне вечно жалуются на то, что вот опять захлебнулись слюной. Ребята, спасение утопающих, делай рук самих утопающих. Запасайтесь продуктами, бутерброды пусть жена нарежет. Вот и вперед. Повторить вам слово. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, конечно, телепортация вкуса пока еще не освоена, запаха тем паче. А уж телепортация реально сыров откуда-то через радиоканал, она пока невозможна. Телепортация реальных сыров через радиоканал. Ну, может быть, когда-нибудь мы до этого доживем, потому что темп развития IT такой, и четвертая индустриальная революция уже на носу. Поэтому, думаю, что пятая уже как раз будет позволять это делать. Во всяком случае, моделировать и запахи, и вкусы. Но мы просто должны вернуться к тому, что мы обещали, и никак не можем уже третью передачу закончить, все-таки поговорить о сырной тарелке. В двух словах хочу напомнить тем, кто не присутствовал в прошлый раз, что мы рассказали о том, где сыр в принципе используется на столе. Мы поговорили о самых знаменитых, пожалуй, что салатах. Ну, может быть, там не затронули рикотту, в этом смысле как-то не рассказали про нее. Может быть, сегодня, если время будет позволять, пару слов скажем еще про рикотту, откуда она появляется на свет, где популярна, и как ее можно использовать в кулинарии. Ну, и вы рассказали, как это используется в основных блюдах, где это можно использовать, как сыр хорошо может сочетаться с теми или иными горячими блюдами. Ну, и договорились, что все-таки расскажем о сырной тарелке, да, как элементе, я бы сказал, такой французской, скорее, культуры, да, которая, в общем, распространилась благодаря Франции не только на территорию самой страны, но и за ее пределами. В том числе я знаю и среди моих друзей есть много людей, которые сегодня держат сыры дома хорошие и любят сырную тарелку и, в принципе, иногда делают такой интересный перекус. Кстати, слово перекус мне очень понравилось. Последние тренды, недавно читал, тренд 2018 года, англосаксы говорят, что это тренд, ну, это, в общем, британцы, прежде всего, говорят, что сейчас такой тренд, это более правильное питание, четырехразовое. И вот они переводят теперь это все в четырехразовое питание. А раньше было сколько? Трехразовое. Трех, да? Теперь будет такой бранч или бринер, как они его назвали. Соответственно, либо дина, либо ланч, но бранч и брина, в общем, это позволяет, в принципе, у нас второй завтрак существовал, как вы помните, и полдник существовал. Так что мы можем привнести в мировую культуру даже не четыре, а пять раз. И это будет, на самом деле, самым правильным, потому что мы в одной из передач говорили, что для организма принципиально важно, чтобы он не запасался энергией и строительными материалами, а расходовал их. А расходовать он начинает только тогда, когда абсолютно уверен в том, что с интервалом в два с половиной-три часа его покормят. То есть сообщат ему, то есть дадут ему то необходимое количество углеводов, белков и жиров для того, чтобы организм мог нормально функционировать, сжигая все это. Вот, так вот, возвращаясь к сыру и к сырной тарелке. Мне там еще раз друзья задали вопрос, все-таки про жирность сыра, два слова сказать. Жир в сыре, мы сказали это уже, что когда говорят о жире, то говорят о жирности в сухом веществе, то есть жир в сухом веществе. Имея в виду, что в составе любого сыра есть вода и вот это самое сухое вещество, которое складывается из протеина, который есть, из тех коагулятов, которые мы использовали, соль и так далее. Но в основном это, конечно, протеины и жиры. А протеины это и есть тот самый казеин, собственно, который с очуженным ферментом мы и коагулируем для того, чтобы, в принципе, и сделать молоко более продолжительным продуктом, более продолжительного употребления, соответственно, превратить его в сыр. Так вот, жирность в сухом веществе, еще раз хочу, чтобы все понимали, что когда перед нами головка сыра, в зависимости от того, какая она, если это мягкий сыр, то в нем до 70% воды и только 30% сухого вещества. Поэтому, если вы съели, условно говоря, 100 граммов сыра мягкого, то в нем только 30 грамм сухого вещества, и в этом 30 граммах сухого вещества, если сыр сделан из цельного молока, то в нем, как мы уже говорили, 10-12-14 литров для твердых сыров, ну, для мягких 10 литров молока на килограмм сыра. Поэтому у нас получается, что жирность порядка 48%. Соответственно, если мы съели 300 грамм, то у нас получилось 14 граммов всего мы съели жира. А для функционирования нормального человека желательно, чтобы он потреблял не менее чем полграмма жира в течение суток. Не менее полграмма, тут 14. Не менее полграмма. А тут 14, да. Нормально. Ну, соответственно, если вы весите, там, не знаю, ну, мужчина 80 килограммов, то ему нужно 40 килограммов жира. Поэтому если он съел 100 граммов сыра, то он получил 14 граммов. Ну, а надо иметь в виду, что 100 граммов сыра съесть не очень просто. Не просто, думаете? Ну, конечно. Ну, я думаю, мы пытались. Это уже приличное количество. Ну, смотря кому. Достаточно. Ну, да, согласен, смотря кому. Так вот, а если мы имеем дело, например, с сыром, который твердый сыр, то там влажность, то есть вода, где-то, наверное, составляет порядка 50%. Поэтому при жирности 48-50% мы получим в 100 граммах такого сыра 25 граммов жира. Есть всевозможные вариации, когда сыр делают из-за обезжиренного молока, есть всевозможные вариации удаления там сливок и так далее, и так далее. Это все хорошо, но этот сыр носит достаточно безвкусный характер. Надо это иметь в виду, что, в принципе, жир дает вкус. И одни из самых вкусных сыров – это сыры, которые не просто сделаны из цельного молока, а когда молоко в вечерней дойке с него снимают сливки, снимают или сепарируют, и в утреннее молоко добавляют еще эти сливки, тем самым увеличивая жирность. Такой сыр, например, у французов есть, называется Бриа Саварен. Он, кстати, выпущен в честь великого французского гастронома Жана Антельма Бриа Саварена. Может быть, как-нибудь даже можно будет посвятить отдельной передаче этому человеку, потому что знаменит он тем, что написал книгу, которая называется «Физиология вкуса». И, в общем, наверное, это самый фундаментальный труд о гастрономии, о том, почему мы едим те или иные продукты, какие ощущения мы при этом испытываем, и почему мы получаем от этого удовольствие. Но только французы могли, мне кажется, написать такую книгу, да? Так углубиться в тему вкуса. Ну, я думаю, что да, потому что всё-таки для французов это была такая культовая вещь, умение разбираться, умение распознавать, умение получать удовольствие от еды. Art de vivre они это называют, да, искусство жить. Это один из элементов. Собственно говоря, это элемент не только французской жизни, я думаю, это нормальной жизни любого человека. Просто кто-то это делает осознанно, кто-то неосознанно. Кстати, давайте сделаем опрос, пока ещё время позволяет такое. Легко. Давайте спросим, кто из радиослушателей вот жить без сыра не может, да, вот для кого там, у кого всегда дома есть там 2-3-4 хороших таких фермерских вкусных сыра. Вторая группа это те, кто так иногда периодически ест сыр, но в основном там для завтрака. И третий, кто, в общем, вообще не ест сыра, ему это как продукт даже не интересно. Ну да, 5-3-3-3-2 тогда, да? Евгений Альич, объявляйте. Ну ты всегда не, да. Сыр моё всё. Т2. Ну, изредка ем Т3, а вообще без сыра живу или ничего? Давайте, это крайне интересно. Я-то в первой группе. Другое дело, что откуда же я возьму 2-3 куска непременно фермерского сыра? Тут некогда. Уж какие ухватили. Уж какие ухватил. Я не фермер. Это мы знаем. У меня с фермерством, ну, далёкие. Я, наверное, неправильное слово произнёс, фермер, но останемся на этом слове. Потому что всё-таки фермер это скорее категория способа производства. Я бы сказал такой, от маленькой сыроварни или от большого сырзавода. То есть маленькая сыроварня и большой сырзавод. Давайте какое-то такое деление. А вот это очень интересно, потому что, мне кажется, сыр всё-таки один из древнейших продуктов животноводства. Животноводство тоже не одна тысяча лет, вообще-то говоря. И сыры, насколько я понимаю, и в Египте древнем производили, и в Ассирии, и где их только не производили вдоль всего Средиземного моря. У китайцев нет, насколько я понимаю, там с молоком до самого XX века, когда Порошково из Австралии пошло, было вот никак. Совершенно верно. Ни с варенья по молоку. Ни с хлебом, ни с молоком, там свои нюансы были. Там вообще линия, которая уходит от Индии, разделяя Индию и Индонезию, и дальше там к Уралу и наверх к Ледовитому океану, вот разделяет два таких потока человечества. Справа сыр молочный практически не употребляют, слева употребляют. Там справа едят палочками, слева там ножом и вилкой. Справа носит распашную одежду типа халата, слева одежду типа туники и так далее. Там справа собаку едят от этой линии, ну это мясо и мясо, а слева нет. Вот там очень много. Иероглифика, либо алфавитное письмо. Масса каких-то удивительных вещей, вот параллельно. И вот с молоком там в Индонезии в 60-х годах, мои друзья-путешественники, пытаясь купить молочка из-под буйволицы, видели некоторый ужас в глазах крестьян, говорит, какое молоко, вы что, тогда же теленку не хватит. Да, совершенно верно. Если говорить о нормальном, ну когда животные одомашнили, то нормальное состояние животного было, у него молока было ровно столько, сколько нужно было на откорм молодняка. И только вот уже культивируя методы животноводства и повышая продуктивность молочного скота, вот удалось, собственно говоря, получить тот результат, когда молока, а, достаточно для молодняка, и, б, его производится в разы больше, чем необходимо для молодняка, а это излишки. А излишки, собственно говоря, пропадали быстро, поэтому нужно было что-то с ними делать. И так появился на свет сыр, в принципе, прежде всего, как способ сохранения молока. Да, вообще все способы сохранения любых продуктов, консерваций, просто потому что их стало много. Да, избыток всегда ведет к переработке способа сохранения. Еще есть одна особенность. Если вы посмотрите на мировую карту, то заметите, что очень много гастрономических продуктов возникает тогда, когда мы приближаемся к горам. Потому что все-таки переход через горы – это не однодневное путешествие, не двухдневное, не трехдневное. Через большие горы вы идете там достаточно долго. И поэтому вы вынуждены иметь с собой некий продукт, который, в принципе, не тяжелый, но главное, чтобы он не пропадал. Так вот, так, видимо, возникало, что в предгорьях как раз и появлялись уникальные совершенно гастрономические продукты – вяленое мясо, сыры и так далее, которые позволяли через эти горы совершенно спокойно ходить. То же самое было и с морем. Ну, с морем чуть сложнее, потому что там все-таки больше превалировала солонина, потому что это нужно было хранить не две недели, не три недели, а иногда речь шла о месяцах, и не каждый сыр мог себе это позволить. Хотя вот многие, не каждый продукт мог позволить, и хотя некоторые сыры были действительно голландские, в том числе, сделаны для мореплавания. Не специально для мореплавания, а использовались, да, использовались, в том числе и в мореплавании, поскольку позволяли достаточно долгий период времени сохранять головку, которую в парафин упаковывали, и она могла транспортироваться, вести с собой достаточно продолжительный период времени. Там, где шло путешествие, там, где шла миграция, там всегда возникали вот эти гастрономические продукты. Ну, может, кстати, именно поэтому у нас среднеазиатская и кавказская кухня столь популярны и столь разнообразны для нашей страны? Может быть. Через пустыню пока проедешь, либо через горы, там, от Памира и Гендукуша до Гималаев, ведь ходили все, и Кавказ то же самое. Да, вполне возможно, вполне возможно. Напрямую с этим связано, вообще говоря, исторические корни происхождения многих блюд и особенности этих блюд. Это вообще интереснейшая тема для исследования. Ну, мы опять... Как там сырная тарелка-то пожелает, да? Да, 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 да. Ну, мы опять... По программам уже прошло. Уже одну тему затронули о том, что фермеры, да, вот это нехорошее слово. Наверное, правильно, все-таки маленькие сыровары. Кстати, почему-то у нас, видимо, из-за того, что основная масса сыров все-таки желтых, как их называют в народе, по-научному это твердые и полутвердые сыры, а особенно твердые сыры со вторым нагревом, наиболее популярный у нас так называемый швейцарский метод. Видимо, поэтому у нас и укоренилось слово сыровар. Хотя во всех остальных чизмейкер, да, там французов тоже. Сыродел. Да, сыродел, да. Потому что разнообразие сыров намного больше, и поэтому глагол делать больше превалировал, чем просто глагол варить. А поскольку сыворотку нагревали вторично и обваривали в ней опять сырное зерно, тот коагулянт, который получался, то вот у нас укоренилось это сыроварение, сыроварение. И поэтому мы используем слово сыровар, хотя правильно было бы называть его сыроделом. В принципе, вот для того, чтобы покупать сыры для своего удовольствия, я не говорю, давайте сейчас за скобки уберем тот сыр, который мы покупаем в магазинах от промышленных производителей, которые, в общем, не обладают очень характерным вкусом, но позволяют быстро, достаточно сытно перекусить на завтрак или где-то там съесть бутерброд с сыром. Мы говорим о сырах, от которых можно реально получить удовольствие, когда мы задействуем все органы чувств, когда мы распознаем огромный спектр, мы входим в такую же сферу, как, скажем, виноделие, очень широкий диапазон. То есть ни дружба, ни волна. Сыры еще более шикарный дают диапазон, потому что, в принципе же, ну что такое наша органолептика? Это четыре основных вкуса, но сейчас этот юми пятый там добавился, довольно сложный для понимания русского человека, скорее это все-таки японо-корейский, вот такая китайская вещь, понимание вкуса юми. Но мы сладкое, соленое, кислое, горькое распознаем своим языком, но нам Бог подарил еще нос, а нос распознает тысячу запахов. И, соответственно, комбинация между вкусом и ароматом, который мы можем почувствовать, и создает те сигналы, которые, поступая в наш мозг, собственно говоря, и позволяют выделяться гормонам счастья, которые лежат в основе того удовольствия, которое мы получаем. Осознанно мы это делаем или неосознанно. Так вот, конечно, для приобретения сыров для сырной тарелки надо дружить с кем-то, кто делает сыры. Я имею в виду не обязательно, вот у нас только-только сейчас через некоторые рестораны и магазины начинает появляться эта культура. Потому что мы, в принципе, так получилось, я не знаю, в царской России у меня цифр нет, им не попадалось никогда, но мы сейчас, на самом деле, если говорить по потреблению сыра, мы едим всего-то 6 килограммов на душу населения в год. Если говорить о лидере этого рынка, о греках, то они едят там 31, по-моему, если мне не изменяет память. Французы что-то 27-28 килограммов едят, итальянцы 20, понимаете? Не греки маленькие. Не проценты это, а это разы, это кратность, да? Чуть ли, извините меня, с греками чуть ли не на порядок, да, мы отличаемся, на полпорядка. Так вот, в этом смысле надо понимать, что у нас пока не сформировалась культура сырных магазинов. Когда-то сыр молоко, помните, существовал в Советском Союзе, но это были промышленные сыры. А вот именно афинер, именно торговец с сырами, сыроторговец, его задача работать со всеми этими производителями и представить весь спектр. Очень тонкий, очень чувствительный бизнес. А вы уверены, что это никогда не будет? Потому что запрет на ввоз натуральных европейских сыров убил, по-моему, рынок сыра, и поэтому я не уверен, может быть, через поколение это возродится. Не, вряд ли убил, я думаю, что он сократил его, но вот на самом деле я просто вижу, как семимильными шагами это развивается. Я думаю, что если санкции продержатся еще три года, то мы будем иметь достаточно интересных сыров, как минимум два десятка в стране. Насколько их в Италии, сколько их во Франции, в Грицах? Мы в прошлый раз с Сергеем говорили, цифры разные. В мире говорят, что в мире в целом около четырех тысяч различных сыров. Я верю в то, что цифры около трех, потому что, наверное, где-то тысячу примерно мне удалось попробовать. И вот в таких лидирующих странах, как Франция и Италия, эти цифры за 500 различных вариантов. Есть страны с меньшим количеством, но это же продолжает развиваться, потому что возникает новая культура, миграция, люди по-новому относятся, новые технологии появляются, знания углубляются у людей. Соответственно, появляется огромное количество предприятий, которые занимаются микробиологией, они могут различные новые штаммы предложить, новые культуры, которые являются, собственно говоря, тем отличием, которое возникает при созревании. Моделировать условия созревания можно гораздо проще. Раньше это были просто пещеры, нужно было за это бороться. Сейчас такие условия пещерного хранения можно, собственно, смоделировать благодаря системам климоконтроля. Когда вы говорите о 20-ти с небольшим сырах, сортах сыров, вы кавказские учитываете? Старые, исторические, природные, такие мягкие сыры Северного Кавказа? Нет, я все-таки больше говорю о сырах сейчас выдержанных. Я не говорю о мягких, свежих сырах, потому что все-таки мягкие, свежие сыры предполагают достаточно быстрое их потребление. Ну, слугуни. Та же итальянская моцарелла, она, как вы помните, она в принципе, у хорошей моцареллы байвалины, да, 6-7 дней, все, максимум, 5-6-7 дней. Поэтому, в принципе, свежие сыры предназначены для того, чтобы его употреблять ежедневно. А вот сыры выдержанные, те, у которых характерно развивается вкус, они все-таки имеют существенно больший срок. Но я предлагаю вернуться к тому, где покупать сыры. Понимаете, все равно без отношений, если у тебя, как говорили в Советском Союзе, нет связей, то ты без сыров. Без блата, да? Ты должен, ну, блат тут не обязательно. Надо знать, где они есть. Конечно, надо знать, где. Либо нужно доверять производителю и иметь возможность к нему съездить. Но к одному производителю вы не поедете, не купите там 5-6-7-8 сыров, которые позволят вам составить 5-6 разных вариантов тарелки сырной. Поэтому здесь нужно скорее все-таки дружить с сыроторговцем или с той компанией, или с теми розничными магазинами, или с теми рынками, которые могут взять на себя функцию собрать это и предложить вам, и посоветовать. Потому что сыр это такая штука, это то же самое, что вино. Положив бутылку вина и сказав, я ее буду пробовать через 30 лет, потому что мне кто-то сказал, что оно будет жить 30 лет. За 30 лет вы забудете вкус этого вина. Поэтому все, кто любят вино и кто введет в потенциал его, они покупают несколько ящиков и как минимум раз в год, а обычно раз в полгода открывают бутылку, смотрят и пробуют. То же самое с сырами. Если вы не наблюдаете за сырами, как они развиваются, то в принципе в своем вы сырную тарелку хорошую не составите. Закончим с покупкой. Дальше вопрос. Предположим, что рядом с вами есть шикарный сырный магазин, где есть все разнообразие сыров. Есть сыры из трех сортов, минимум трех сортов молока, козьего, овечьего и коровьего, может быть еще и буйволиного. И где есть всевозможные вариации. Свежие сыры, сыры с мытой корочкой, сыры с плесневой корочкой, сыры полутвердые, сыры твердые и сыры с голубой плесенью. Сейчас, кстати, шутил по поводу голубой плесени, вдруг вспомнил советский анекдот. Скажите, а у вас в Советском Союзе, как вы помните, сыров с голубой плесенью не было вообще? Поэтому вопрос человека, который приходил в магазин и спрашивал, скажите, у вас сыры с голубой плесенью? Сыры с плесенью есть? На что продавец отвечал, нет сыров с плесенью, у нас нет. У нас есть колбаса с плесенью и так далее. Перечислил все продукты, которые уже плесень имеют, а вот сыра с плесенью нет. И на самом деле это так. До 90-х годов, по-моему, вообще никто не выпускал сыр с голубой плесенью у нас. Хотя, может быть, я ошибаюсь, нет, что-то мне там удавалось тогда пробовать, что-то удавалось. У нас был короткий период 30-х, 40-х годов, когда итальянские коммунисты у нас чего-то там начинали производить. И были сыры пирамидка зеленые, которые натырали. И вот там был очень короткий период, пока всех не репрессировали, сыр с плесенью, не очень понятый советским народом. Он просто... На Серпии Молоте у меня была старушка, с которой в коммуналке жил вот этот итальянский коммунист, пока его не арестовали. Который производил такую вот сыроварную промышленность. Он оказался шпионом, наверное, японским. Ну да, Горганзолу, видимо, Горганзолу завез. Итальянским он... Горганзолу завез, и она у нас существовала долгое время в какой-то интерпретации. Нет, ну да, какие-то там сыры а-ля Рокфор я пробовал в советское время. Но это очень трудно. Ну это был какой-то аристократизм очень короткого периода. Да, и это было тяжело воспринимаемо, потому что все-таки, как говорил мой батюшка, царство ему небесное, что сыры должны пахнуть ногами уставшего путника. Так вот тогда такие сыры, мне казалось, ну уже очень сильно пахнут ногами, причем сильно уставшего путника. Хотя с точки зрения массового потребителя сыр, пахнущий ногами, это нормально. У нас и колбаса бывала так пахла, и много чего другого. Слушайте, да я вообще люблю, когда, знаете, люди прибегают и говорят, ой, смотрите, сыр заплесневел. Я говорю, все хорошо, только интонация неверная. Нужно говорить не трагично, что он заплесневел, а радостно, что он заплесневел. Если это плесень зеленого цвета, не гнилостная плесень, а благородная, то это значит, что сыр живет. И у вас в холодильнике создались великолепные условия для того, чтобы он развивался. Поэтому иногда это даже здорово, показатель того, что все идет в правильном направлении. Плесень можно срезать. Ну что, сделаем сейчас небольшую паузу, Евгений Анатольевич. Да мы сделаем паузу. Надо же напомнить голосование. Оставшиеся 15 минут. Действительно, давайте про голосование. 5533-Вести. Т1. У вас в холодильнике есть разные сорты хорошего сыра, там от фермера, от маленькой сыроварни. Сыр для вас, все. Т2. У вас, ну, некоторый сыр есть, вы его употребляете. Ну, не более чем. Т3, я вообще живу без сыра. Сыр для меня. Ну, что такое сыр? От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Анатольевич. Вот выбивает нас из рассказа про сырную тарелку, агитация кандидатов в президенты. Давайте к сырам. Обратно к сырам. Опрос «Идиот». 5533-Вести. Т1. Сыр для меня. Все. Т2. Ну, сыр периодически естся. Т3. Не, ну, сыр не мое. Прошу вас. Ну, мне бы хотелось, чтобы мы хотя бы там через пару минут уже посмотрели, какие результаты. Конечно. Чем быстрее мы отобьем, тем проще будет понять. Вообще, в принципе, сыр – это целый мир. Так вот, для того, чтобы перед шаг сделать перед сырной тарелкой и назвать прям раз, два, три, четыре, пять правила о сырной тарелке. Два слова о том, как хранить. Поскольку мы сказали, что сыр – это целый мир. Если сыр, его ароматы очень разнообразны, и сыр – это очень сильный продукт, то вот, к сожалению, он обладает таким свойством. Во-первых, он очень сильный источник запахов. И, во-вторых, он потрясающий поглотитель запахов. И вот это накладывает определенные ограничения. Вот сейчас существуют санкции, я знаю, там, те, кому удается выезжать, они с собой сыр пытаются возить. Имейте в виду, немногие сыры выдерживают вакуум. Когда вы начинаете вакуумировать, вы вытягиваете те газы, которые находятся внутри, что существенно ухудшает вкус. Кроме того, мягкие сыры. Мягкие сыры имеют свойство сжиматься под воздействием вакуума, деформироваться и, соответственно, видоизменять свою внутреннюю структуру, что тоже плохо. Такие сыры, если вы привезли, их нужно мгновенно съесть. В принципе, надо иметь в виду, что головка может созревать и даже в вашем холодильнике, если в нем температура порядка 10 градусов, 8 градусов. Она может продолжать зреть у вас. Я, например, люблю есть сыры типа камамбер с плесневой корочкой. Нет до того, как закончился срок хранения, а через неделю после того, как он закончился. Потому что под корочкой образуется вот эта жидкообразная текстура, которую на весь мир прославил Сальвадор Дали. В своих картинах. И при этом очень характерный вкус появляется, очень интересный. Так в этом смысле, конечно, те, кто реально увлекается сыром, ну совсем продвинутый, они держат небольшой сырный холодильник, в котором существует правильная температура. Но, в принципе, сыр может созревать немножко и в обычном холодильнике. Но еще раз подчеркиваю, только в том случае, когда у вас в руках целая головка. Как только вы отрезали кусок от этого сыра, все, никакого процесса дальнейшего созревания. Ну какой-то, наверное, маленький процесс идет, но точно не тот, который был спроектирован и спланирован по отношению к этому сыру. Поэтому такой сыр нужно в течение определенного времени употреблять. Поэтому хранение сыра, температура, влажность, мы сказали, влажность желательно побольше, температура, ну процентов 80, температура должна быть, ну в холодильнике, раз она 4 градуса, но, соответственно, поставить в ту зону, которая наиболее теплая, самая оптимальная температура для хранения была бы 8-10 градусов. Но самое главное, нужно иметь в виду, что нужно сыр упаковывать. Отдельные сыры можно упаковывать в пакет, не все, потому что некоторые будут задыхаться. А самым лучшим, наверное, является перфорированная бумага и фольга. Вот благодаря этому лучше всего иметь отдельный сырный контейнер, в котором внутри будут еще маленькие контейнеры, которые позволят вам разделять это. В принципе, ну если вы уж совсем фанат, ну вы можете себе позволить держать 5, 6, 7, 8 сортов, но для хорошей сырной тарелки достаточно и трех сыров. В зависимости от того, чему вы отдаете предпочтение. Кстати, прежде чем начать разговаривать о сырной тарелке, скажу, что перед употреблением сыра вообще его нужно обязательно извлекать из холодильника. Вкусовые характеристики органолептика и удовольствие, которое вы получите от холодного сыра и от сыра прогретого до комнатной температуры, совершенно разные. В принципе своем, мне в этом смысле нравится фраза, что ожидание получения удовольствия иногда оказывается даже более мощным, чем само удовольствие, которое мы получаем от потребления. Я бы даже сказал, даже не ожидание, а предчувствие. А когда вы уже понимаете, что вас это ждет. Реально. И вот для того, чтобы человек уже настраивался на этом, конечно, вы садитесь за хороший стол, у вас хороший ужин, вкусный. И при этом где-то в углу на столе уже стоит сырная тарелка и лежат 2-3 сорта сыра, которые продолжают возбуждать ваш аппетит. И вы точно знаете, что после там салата, предположим, основного блюда, вас еще ждет сырная тарелка. И настраивайтесь на это. В этом случае вы получите максимальное удовольствие. Прогретый сыр лучше раскроется. В принципе, употребление сыра – это отдельный тоже ритуал. Потому что я люблю, как сыр вежется. И это действительно тактильная вещь, которую ты чувствуешь. И очень нравится людям откалывать сыр. Почему для некоторых сыров существуют специальные ножи, которые позволяют, скажем, твердые сыры откалывать, а мягкие сыры нарезать? Существует как минимум 5-6 видов ножей, которые позволяют правильно резать тот или иной сыр. Соответственно, вы смотрите на сыр – это удовольствие. Вы нюхаете сыр – это тоже удовольствие. Ну и, соответственно, вы ощущаете вкус, когда вы начинаете его есть. Первый кусочек он вас настраивает, второй кусочек доставляет вам удовольствие. И, естественно, как мы говорили о полном спектре органолептических, органолептики, органолептического удовольствия, вообще гастрономического удовольствия – это еще и послевкусие. Сыр обладает, как правило, очень сильным послевкусием, который тянется долго. И это тоже один из элементов наслаждения в нем. Давайте сейчас просто узнаем, что там по сырам, чтобы успеть выйти. Подведем. Не так уж большие минуты. Что там за итоги? Ну, жить без сыра не могут 33% наших слушателей. Шикарно. Я думал, меньше, очень много. 59% едят иногда. Сколько? 59% едят иногда и 8% равнодушны. 8%? Всего. Ну, это здорово, значит. 8% в принципе могут отключиться сейчас. В принципе, никакого смысла. А наоборот, пусть слушают. Пусть слушают. Остальной части нашей программы нет никакого смысла. А вот для 33 плюс 58 мы сейчас, в общем, два слова скажем. Сколько у нас сейчас еще есть времени? Сколько остается? У нас есть примерно 2 минуты еще. 2 минуты. А потом еще 10 минут. Тогда давайте небольшие шаги по этому поводу начнем делать. То есть, в принципе, никакой классики, которой можно было бы сказать, что вот есть определенные сыры, которые обязательно должны войти в сырную тарелку, в природе не существует. А в природе существует на сегодняшний день около там 8-9 различных по своей структуре типов сыра. Сейчас мы о них скажем. Но надо иметь в виду, что у каждого из этих типов есть еще такой очень важный элемент, как время его созревания. Который может очень сильно повлиять на формирование вашей сырной тарелки. Потому что пока вы храните сыр или вы купили сыр, например, который предполагалось, что он будет в начале сырной тарелки, какой-нибудь свежий, косий сыр, но находясь, если у вас целая головка в условиях, достаточно комфортных ему для созревания, может оказаться, что он обгонит по своему вкусу какие-то сыров, которые предполагалось в сырной тарелке съедать позже. В принципе, я всем советую использовать не более 3-4 сыров на сырной тарелке. Но максимум 5. Потому что, мы говорили, сыр по своим свойствам, по разнообразию вкуса очень сильно воздействует на палеты, на наши рецепторы. И, конечно, после 4-5 сыра, в принципе, человек, но подавляющее большинство людей, даже профессионалов, уже вряд ли будет отличать тонкие нюансы. Тогда уже и смысла нет. Да, я иногда говорю, что лучше иметь один, но очень хороший сыр, чем иметь 5 не очень хороших. Естественно, что для сырной тарелки мы говорим о тех сырах, которые мы покупаем у маленьких производителей, которые заботятся о том, чтобы создать этот уникальный аромат, уникальный вкус. Владимир, прошу прощения, нужно сейчас все-таки прерваться. Погода, погода. Да, сделаем небольшую паузу. А сыр нет как женой, лучше одна хорошая, чем 5 так себе. Это точно, золотые слова. 5-5-3-300. Ну и вот теперь для того, чтобы просто составить сырную тарелку. То есть, в принципе, на тарелке должно быть не более чем 3-4-5 сыров. Начинать нужно с более свежих сыров, менее выдержанных и менее с разнообразным вкусом. То есть, принцип построения тарелки должен быть таким, чтобы вы распознавали большинство вкусов последующего сыра. Все вы не распознаете. Лучше всего, конечно, есть один сыр, тогда вы можете поймать вообще все уникальные нюансы. Но двигаясь от менее пикантных к более пикантным сырам, вы идете в правильном направлении. Движение в обратную сторону, оно, конечно, убийственно, потому что после первого сыра все остальные становятся бессмысленными. Ваши рецепторы настолько загрублены, что вы получите удовольствие только от него, от первого сыра. Все остальные просто окажутся в тени его вкусового спектра. И это бессмысленно. Поэтому французы всегда, когда вы оказываетесь в французском ресторане, ну как основоположники сырной тарелки, они всегда сами разложат вам сыры так, чтобы, двигаясь по часовой стрелке, вы могли попробовать все то разнообразие сыров, которое есть, при этом понимая, что вы распознаете каждый последующий. Мы уже говорили, что прекрасным перерывом между сырами является хлеб. Хлеб позволяет, особенно белый, хотя хлеб с закваской тоже позволяет это сделать, он позволяет очистить палеты, очистить рецепторы и почувствовать вкус следующего сыра. В принципе своем надо иметь в виду, что, как правило, среди первых оказываются свежие сыры. Например, такие, как козьи сыры, легко подойдут для старта, не выдержанные сильно. Дальше можно совершенно спокойно перемещаться к сырам, которые являются полутвердыми, с плесневой корочкой. Например, если составлять тарелку, можно было бы начать, например, с какого-нибудь там кротена козьего, потом перейти к какому-нибудь камамберу, не сильно выдержанному. Его вкус мог бы сочетаться. Дальше идут, как правило, к твердым сырам. Твердые сыры, которые демонстрируют очень длительное возревание. Чем больше вызревает сыр, тот же грио, о котором мы как-то говорили, выдержанный в течение 18 месяцев, дает потрясающий вкус и потрясающее послевкусие очень долго. Этим можно реально насладиться. Дальше, как правило, пускают сыры, которые смыты корочкой. Мытой корочкой – это когда рассолом, пивом, чем-то еще, различными вариациями и мыслями сыродела обрабатывалась корочка. Она характерно влияет на процесс, и если этот сыр еще вызревший, то он имеет уникальные совершенно вкусовые характеристики. Ну, я не знаю, Трю де Крю французский, например, Эпуаз французский, любимый сыр Наполеона. Это очень сложные, очень сильные по своему вкусу сыры. Они должны сырную тарелку завершать или быть предпоследними. Я в своей тарелке люблю, если честно, заканчивать именно голубыми сырами. Если это голубые сыры, сильные, хорошие, с характерным вкусом, они, как правило, накрывают все предыдущие. Либо сыры смытой корочкой. То есть принцип простой. Сыры должны быть теплые, количество сыра на тарелке должно быть кусочками, эти кусочки должны быть не более 30-40 грамм, больше человеку не нужно. Маленький кусочек для того, чтобы настроить палет, и второй кусочек, чтобы получить удовольствие. Третьи и последующие кусочки, которыми мы набиваем себе желудок, уже не нужны на сырной тарелке. И двигаемся мы от менее пикантных к более пикантным. От менее выдержанных к более выдержанным. Соблюдая правила, каждый последующий сыр, вы должны в нем открывать новые и новые вкусы. Он не должен накрывать вкусы предыдущего. Ну, он немножко будет накрывать, будучи справедливым, загрублять что-то. Но, в принципе, в своем вы должны чувствовать новые и новые. Обратная последовательность или нарушение последовательности в той или иной степени, это уже не сырная тарелка, это вы просто едите сыр. Хорошая сырная тарелка – это реально огромнейшее гастрономическое удовольствие. При этом слухи о том, что любое вино подходит к сыру, неверны. Например, камамберы плохо сочетаются с танинными красными винами. Они дают металлический вкус и так далее. Таких примеров я могу привести множество. Французы, как правило, избегают этого следующим образом. У вас осталось какое-то вино на столе, которое вы не допили. Его можно потихонечку компоновать. Не к каждому сыру, только к тем сырам, которые сочетаются. И, соответственно, если уж совсем нет возможности. Вот я, например, спасаю всегда такими винами, как Ванжон и Арбуа, например. Это вина из журы французские, которые созревают в больших бочках под дрожжевой пленкой. Они много лет хранятся, много лет возревают в бочках. Они имеют такой хересный вкус. Вот они сильнее оказываются, чем любой сыр. Они его накрывают. Но, в принципе, остаток вина на столе позволяет сделать соответствующее сочетание. В этом смысле хлеб тоже хороший помощник. Помогает разделять один вкус от другого и позволяет очистить палеты и получить удовольствие от следующего сыра. Осторожный вопрос. Вот нас спрашивают. Да и я это всю жизнь смотрел. Сырная тарелка. И там виноград. И там мед. Очень редко курага и иногда орехи грецкие. В качестве сочетания с сырами. Мед точно знаю. Да, превосходное. Превосходное сочетание. Очень популярное у итальянцев. До какого-то времени французы, вот, скажем, лет 15-20 назад, французы не практиковали это. Они любили только хлеб и, соответственно, пустить сами сыры. Но сейчас, сейчас и французская культура тоже стала это воспринимать. Она пошла в большей степени, наверное, итальянцев. Итальянцы стали добавлять мед. Надо понимать, что мед – это разный мед. Мед от акации сочетается с одним сыром, скажем. Мед от другого, цветочный мед, сочетается с вторым. Мед липовый сочетается с третьим сыром. Нужно понимать, что мед и мед. Иногда два-три маленьких мочешка. Да, совершенно верно. Совершенно верно. В хорошем французском ресторане вам еще маленькой ложечкой добавят капельку. Только нужно иметь в виду, что нужна капелька просто этого меда. Добавят капельку меда рядом с каждым кусочком сыра. Если вы захотите сочетание получить, то вы, соответственно, с этим медом можете попробовать. Чай от не могут идти. Мы уже как-то говорили, чай от не очень хорошо. Итальянцы используют еще свою кремонскую, мантовскую горчицу, сладкую горчицу, которую используют для этого. Сухофрукты. Многие сухофрукты хорошо сочетаются с сырами. Что мы там говорим? Орехи. Некоторые орехи хорошо сочетаются с сырами и помогают им. Что у нас еще было? А, террорина говоря, кроме грецких орехов не видел никогда. Нет, фундук еще иногда используют. Тут надо иметь в виду, что грецкий орех просто по своей текстуре не мешает. Потому что если вы положите фундук, свежий фундук, не очень долго хранившийся, он нормальный. А как только он пересыхает, вы начинаете как будто есть кусочек камушка такой. И вот текстурный переход, он нарушает ваши палеты. Вообще в одном блюде не может быть слишком большая вариация разных текстур по твердости продуктов, которые вы используете. Когда в мягкой консистенции, например, в мороженом оказывается шоколад, это здорово, если он взбит и перемешан, гомогенизирован. А если это куски шоколада, они замерзают, как камни. И вы жуете эти камни, и можете просто сломать себе зубы. Но возвращаясь к сырам. Еще раз. Значит, сырный принцип тарелки. Каждый последующий должен накрывать вкус предыдущего. Температура должна быть правильной. Кусочки по 30-40 грамм. Ну и приятного аппетита. Получите удовольствие. Сыр – это огромнейший мир. И это реально для тех, кто любит сыр. Вот 33%. Я прям приятно удивлен. Мы в великой стране живем. Я думаю, что мне нужно просто посмотреть, какая цифра таких опросов у французов и порадоваться за нас. Ну, дело в том, что мы же не так давно все-таки стали ездить в мир. И любопытный народ, который знал, что где-то там есть анчоуса, авокадо или что-нибудь еще такое, начал все пробовать. Слушайте, ну здорово. Если мы потихоньку любопытных превратим в любознательных, это будет вообще великая цель нашей передачи. — Вопрос в том, хватит ли на нас еще сыров. — Да, видите, производители появляются. — Если процента 150 миллионов, ну то есть считайте еще на 50 миллионов человек сыров. — Слушайте, ну мы едим пока только 6 килограммов, а мы можем спокойно догнать грех, есть куда расти. У нас бутылка полупустая. — Это совершенно точно. — Только наполовину наполненная бутылка. — Все нам даже не догрем. — В принципе, мы кроме сыров еще в ближайшее время поговорим про фуаграм, мне там спрашивают друзья. Мы поговорим об оливковом масле. Вообще, тот, кто захочет разбираться в оливковом масле, мы обещаем тоже рассказать в одной из ближайших передач. — Владимир Маканов был в гостях, спасибо. — Всего доброго. — Ты понажешь 55 минут, секунд. — Субтитры подогнал «Симон»